Марк Твен. Старые времена на Миссисипи. Москва. Издательство «Правда». 1980 год. Глава первая. Мальчишеские мечты. Глава первая. Глава первая. Глава первая. До этих событий день был наполнен чудесным ожиданием, а потом становился пустым и скучным. Да и не только мальчишки, весь поселок чувствовал это. И сейчас, много лет спустя, я представляю себе те далекие времена совершенно живо. Белый городок дремлет под утренним летним солнцем. Пустынные или почти пустые улицы. Один-два приказчика сидят у дверей лавок на Оотер-стрит. Их плетенные стулья прислонены к стене, подбородки опущены на грудь, шляпы нахлобочены. Они спят, а около них лежат грудой стружки с палочек. И ясно видно, какая работа утомила их. Свинья с выводком поросят бродит по тротуару и с успехом промышляет арбузными корками и семечками. Небольшие штабеля товаров одиноко лежат у края пристани, кучи полозьев для спуска грузов на пароходы, навалены у откоса выложенного камнем причала, и в тени их спит вонючий городской пьяница. Несколько плотов стоят здесь же, но некому слушать, как мирно плещутся о них волны. Огромная Миссисипи, величавая, великолепная Миссисипи, в милю шириной катят свои воды, сверкая на солнце. На другом берегу густой лес. Два мыса, и сверху, и снизу по течению, замыкают зеркало реки, превращая ее в озеро, тихое, сверкающее и пустынное. Но вот над одним из отдаленных мысов появляется струйка темного дыма. Тотчас же негр-возчик, знаменитый своим острым зрением и громовым голосом, подымает крик. — Пароход идет! — и все меняется. Городской пьяница начинает шевелиться, приказчики просыпаются, разносятся деть и грохот тележек, из каждой лавки, из каждого дома высыпают люди, и мертвый город вмиг оживает и приходит в движение. Подводы тележки, мужчины, мальчишки несутся со всех концов к общему центру, к пристани. И, собравшись там, все всматриваются в приближающееся судно, будто это чудо, которое они видят впервые. И действительно, на пароход приятно смотреть. Длинный и остроносый, он изящен и аккуратен. У него две высокие вычурные трубы, и между ними висит золоченая эмблема. Нарядная лоцманская рубка, вся застекленная золоченными украшениями, возвышается за ними над верхней палубой. Кожухи над колесами пышно расписаны, и золотые лучи расходятся над названием парохода. Все три палубы окружены белыми чистыми поручнями. Гордо вьется флаг на флагштоке, двери топок открыты, и из них бойко пышет пламя. На верхней палубе черно от пассажиров. Капитан стоит у большого колокола, спокойный и внушительный, предмет всеобщей зависти. Из труб валят, расплываясь, огромные клубы черного-причерного дыма, нарочитая роскошь, достигаемая посредством нескольких поленьев смолистой сосны, подброшенных в топку перед самым приходом в город. Команда собралась на баке, широкие сходни выступают далеко за борт, и палубный матрос, на зависть всем, живописно стоит на самом их конце, держа свернутый канат. Пар с визгом устремляется через предохранительный клапан. Капитан поднимает руку, колокол звонит, колеса останавливаются, затем дают задний ход, пеной взбивая воду, и пароход замирает у пристани. Сразу начинается та суматоха, которая бывает, когда высадка и посадка, погрузка и выгрузка производятся одновременно. А каким ревом, какой руганью помогают матросы этой суматохи? Через десять минут пароход опять в пути, флаг спущен, и черный дым не валит из труб. Еще десять минут, и город затихает, а городской пьяница снова крепко засыпает у груды полозьев. Отец мой был мировым судьей, и я считал, что он властен над жизнью и смертью всех людей и может повесить любого, кто его обидит. В общем, это и меня достаточно возвышало, но все-таки желание попасть на пароход вечно томило меня. Сначала я хотел быть юнгой, чтобы можно было выскочить на палубу в белом переднике и стряхнуть за борт скатерть, с той стороны, с которой меня могли увидеть все старые друзья. Потом меня больше стала привлекать роль того палубного матроса, который стоял на сходнях со свернутым канатом, потому что он особенно бросался в глаза. Но все это были только мечты, слишком прекрасные, чтобы стать реальными. Как-то один из наших мальчиков исчез. О нем долго ничего не было слышно. И вдруг он вернулся учеником механика, подручным, на пароходе. Это событие окончательно подорвало мою веру в то, чем у нас учили в воскресной школе. Ведь этот мальчишка был весьма неблагочестив, не вне чета, и вот он оказывается вознесенным на вершину славы, в то время как я пребываю в печали и безвестности. В своем величии этот парень был совершенно лишен великодушия. Он всегда припасал какой-нибудь ржавый болт, чтобы чистить его именно тогда, когда судно стояло в нашем городке, и тер его, усевшись у поручни. Там, где мы все могли его созерцать, завидовать ему и ненавидеть его. А когда пароход становился на отстой, парень приходил домой и разгуливал в самом промасленном, самом грязном своем платье, чтобы никто не забывал, что он служит на пароходе. В разговоре он постоянно обвертывал пароходные термины, притворяясь, будто до такой степени привык к ним, что забывает, как они непонятны для людей обыкновенных. Он с таким непринужденным видом говорил о бакборте, лошади, что мы невольно проклинали его. Он всегда говорил о Сент-Луисе как старожил, иногда мимоходом упоминая, как он проходил по четвертой улице или шел мимо клуба плантаторов. Рассказывая о каком-то пожаре, когда он здорово поработал насосом на старухе Миссури, он начинал завираться до того, что высчитывал, сколько примерно городов величиной снаш сгорело в тот день. Из наших мальчиков двое или трое считались выдающимися личностями, так как они один раз побывали в Сент-Луисе и имели смутное представление о тамошних чудесах. Но дни их славы кончились. Они погружались в робкое молчание и ловко смывались, когда приближался бесцеремонный и безжалостный ученик-механика. У этого парня бывали деньги, и волосы его лоснились от помады. Он носил дешевые серебряные часы на броской медной цепочки, кожаный пояс и ходил без подтяжек. Если когда-либо существовал человек, которым искренне восхищались и которого притом ненавидели его товарищи, то это был именно этот юнец. Ни одна девушка не могла устоять перед его чарами. Он затмевал всех ребят городка. Когда его пароход, наконец, взорвался, мы все почувствовали такое спокойствие и удовлетворение, какого не знали уже давным-давно. Но когда он на следующей неделе вернулся домой, живой и знаменитый, в ореоле героя, и появился в церкви, весь исцарапанный и перевязанный, и все на него глазели с восхищением, мы решили, что пристрастие проведения к этому недостойному гаду достигло такой степени, что уже само проведение подлежит нашей критике. Карьера этого человека могла дать только один результат, что вскоре и обнаружилось. Мальчики один за другим стали уходить на реку. Сын священника стал механиком. Сыновья доктора и патчмейстера – пароходными кассирами. Сын оптовика виноторговца сделался буфетчиком на пароходе, а четверо сыновей самого крупного торговца и два сына судьи округа стали лоцманами. Положение лоцмана было самым блестящим. Лоцман даже в те времена, когда оклады были мизерными, получал царское жалование – от 150 до 250 долларов в месяц, без вычетов за стол. Его двухмесячный оклад равнялся годовому жалованию пастора. И вот, некоторые из нас были просто безутешны. Мы не могли устроиться работать на реке, вернее, наши родители не пускали нас. В конце концов, я просто убежал. Я сказал себе, что ни за что не вернусь домой, пока не стану лоцманом и не смогу вернуться озаренной славой. Но мне это как-то не удавалось. Я робко пробирался на палубы пароходов, которые бок о бок, как сардинки, стояли у длинных причалов Сент-Луиса, и очень смиренно спрашивал, как я могу поговорить с лоцманом. Но встречали меня очень неприветливо, и я выслушивал довольно резкие ответы судовых клерков и помощников капитана. Приходилось до поры до времени терпеть такое обращение, но я успокаивал себя мечтами о том, как я стану прославленным и уважаемым лоцманом, и у меня будет столько денег, что я смогу убить нескольких помощников и клерков и откупиться за это деньгами. Прошло несколько месяцев, и надежды мои по неволе мало-помалу угасли. Я видел, что все мои честолюбивые замыслы пошли прахом. Но возвращаться домой было стыдно. Я жил в Цинцинате и вырабатывал план новой карьеры. Я читал отчет о последнем исследовании реки Амазонки, экспедиции, посланной по заданию нашего правительства. Там говорилось, что экспедиция из-за всяческих трудностей не вполне обследовала местность, расположенную в верховьях реки, примерно за 4000 миль от ее устья. Только 1500 миль отделяли Цинцинате от нового Орлеана, где я без сомнения мог попасть на подходящий корабль. У меня оставалось 30 долларов. Я решил завершить исследование Амазонки. Раздумывать дольше я не стал. Детали всегда были моим слабым местом. Я уложил чемодан и взял билет на допотопную посудину под названием «Поль Джонс», отправлявшуюся в Новый Орлеан. За 16 долларов веткая и потускневшая роскошь салона была предоставлена мне почти что в единоличное пользование, так как пароходу нечем было привлечь внимание более рассудительных путешественников. Когда мы, наконец, пустились в путь и поползли вниз по широкой Огайо, я почувствовал себя в корне обновленным и стал предметом собственного восхищения. Я путешественник. Никогда еще ни у одного слова не было такого чудесного привкуса. Меня охватило восторженное чувство человека, отправляющегося в таинственные страны, в далекие края. Я испытывал подъем, какого с тех пор не запомнил. Я был в таком приподнятом настроении, что все низменные чувства исчезли, и я с моих высот жалел тех, кто не путешествовал, сочувствуя им и почти не презирая их. Но все же на остановках у поселков и сплавных затонов я непременно стоял в развалку у поручней нижней палубы, наслаждаясь завистью деревенских мальчишек на берегу. Если мне казалось, что они меня не замечают, я начинал чихать, чтобы привлечь их внимание, или занимал такую позицию, откуда им невозможно было не видеть меня. И как только я замечал, что они на меня смотрят, я начинал зевать и потягиваться, всячески показывая, до чего надоело мне путешествовать. Я ходил все время без шляпы и выбирал места, где мог подвергаться действию ветра и солнца. Мне очень хотелось стать бронзовым и обветренным, как старый путешественник. И уже к концу второго дня я испытал радость, наполнившую мое сердце живейшей благодарностью. Я увидел, что кожа на моей шее и на руках стала лупиться и шелушиться. О, если бы наши девочки и мальчики видели меня сейчас! Мы пришли в Луисвилл в срок. По крайней мере, подошли к нему довольно близко, ибо крепко и основательно застряли на камнях, среди реки и просидели там четыре дня. Я уже начал чувствовать себя членом семьи на пароходе, чем-то вроде малолетнего сына капитана и младшего брата команды. Невозможно выразить, как я гордился своим величием, как росло и крепло во мне горячее чувство к этим людям. Откуда мне было знать, до какой степени гордые пароходчики презирают такого рода чувства у обитателей суши? Особенно я мечтал, чтобы на меня обратил хоть чуточку внимания рослый и вспыльчивый помощник капитана. И я все время был на готове, чтобы оказать ему какую-нибудь услугу. Наконец миг достал. На баке шла суета и беготня. Там устанавливали новую подъемную стрелу. И я пошел туда и путался у всех под ногами. Вернее, старался не путаться. Когда помощник, никому собственно не обращаясь, вдруг прогремел, чтобы принесли ему ворот, я подскочил и сказал, «Скажите мне, где он лежит, я сейчас принесу». Если бы трепешник предложил выполнить дипломатическое поручение императора Всероссийского, тот, наверное, удивился бы меньше, чем старший помощник. Он даже ругаться перестал. Он остановился и выпучил на меня глаза. Прошло не меньше десяти секунд, прежде чем он опомнился. Затем он выразительно сказал, «Но и чертовщина! Будь я проклят!» И вернулся к своему делу с видом человека, который столкнулся с задачей абсолютно неразрешимой. Я тихо смылся и остаток дня провел в полном одиночестве. Я не пошел обедать и воздерживался от ужина, покуда остальные не кончили. Я уже больше не чувствовал себя членом пароходной семьи, как раньше. Но бодрость постепенно вернулась ко мне, когда мы снова двинулись вниз по течению. Мне было жаль, что я так ненавидел помощника, так как нельзя было человеку, особенно молодому, не восхищаться им. Он был громадного роста и мускулистый, с лицом, сплошь заросшим бородой и усами. На правой руке у него были вытатуированы красная женщина и синяя, а между ними — синий якорь с красным канатом. По части ругани он был велик и неподражаем. Когда он принимал груз на пристани, я всегда старался поместиться так, чтобы видеть и слышать его. Он был преисполнен величием своего положения и старался дать почувствовать это всему миру. Самый простой его приказ уподоблялся вспышке молнии, за которой следовал раскатистый гром ругани. Невольно я сравнивал приказания, отданные простым человеком на суше, с командой помощника. Если бы сухопутный человек захотел передвинуть сходни немного подальше, он сказал бы «Ну-ка, Джон или Уильям, передвинь-ка, пожалуйста, эту доску». «Ну, поставьте на его место помощника капитана, и он наверняка заорет. Эй, там! Двинь-ка, эту доску! Живее! Чего копаетесь? Доберитесь же! Ну, чего еще? Назад! Назад! Оглохли, что ли? Разнеси тебя в дребезги! Ты что, спать на ней, что ли, собираешься? Подымай, подымай, слышишь? Ты что же, хочешь ее свалить совсем? Куда тебя несет с этой бочкой? Убери ее! Уберить, говорят тебе, пока я тебя не заставил ее слопать! Распроклятый ты не доносок замаринной черепахи! Ублюдо хромой клячи от катафалка! О, как мне хотелось тоже уметь так орать! Когда острота моего столкновения со вторым помощником немного смягчилась, я робко попытался наладить отношения с самым скромным из всей команды, с ночным вахтенным. Сначала он свысока встречал мои попытки, но я рискнул поднести ему новую глиняную трубку, и это его примирило со мной. Он разрешил мне сидеть с ним у большого колокола на верхней палубе и понемногу разговаривался. Он просто не в силах был устоять. С таким обожанием ловил я каждое его слово, так откровенно показывал, до чего я польщен его вниманием. Он называл мне смутно видневшиеся мысы и туманные острова, когда мы скользили мимо них в торжественном молчании ночи, под мигающими звездами, и мало-помалу стал рассказывать о себе. Он был чересчур сентиментален для старика с окладом в шесть долларов в неделю, или, вернее, показался бы таким человеку постарше меня. Но я впивал его слова с жадностью и с такой верой, которая могла бы сдвинуть горы, если бы знать, как это делается. Что мне было до того, что он грязен и оборван? Что от него несло джинам? Какое мне дело, что речь его безграмотна, обороты нелепы, а руган до того неизобретательна, что не усначала рассказа, а портило его. Он был человек обиженный, человек, повидавший горе. И этого мне было достаточно. Когда он рассказывал свою жалобную повесть, слезы его капали на фонарь, который он держал на коленях, и я тоже плакал от сочувствия. Он говорил, что он сын английского дворянина, не то графа, не то олдермана. Точно он не помнил, но предполагал, что родитель его был и тем и другим. Этот отец-дворянин обожал его, зато мать ненавидела скалыбели. Вот почему, когда он был еще совсем маленьким, его послали в один из этих самых старых, самых старинных колледжев. Он точно не помнил, в какой именно. И вот, когда отец умер, мать захватила все имущество и, как он выразился, вытряхнула его. После того, как это случилось, его знакомые дворяне употребили все свое влияние, чтобы устроить его судовым фельдшером. И вот тут-то мой вахтенный, не считаясь с такими пустяками, как место и время, пустился в рассказ, изобиловавший самыми невероятными приключениями. В этом повествовании было столько кровавых дел, столько спасений от неминуемой гибели и столько увлекательных, но часто нечаянных подлостей, что я сидел онемевший, дрожа, изумляясь и преклоняясь. Тяжело и больно было обнаружить потом, что это был низкопробный, грубый, невежественный, слезливый и глупый враль, уроженец иллинойской глуши, никогда и нигде не бывавший, лишь начитавшийся бульварных романов. Он приписывал себе разные приключения и впоследствии из всей этой чуши сплел свою историю и так часто рассказывал ее всяким юнцам, вроде меня, что сам в нее поверил. Глава вторая. Переживание лоцманского щенка или я изучаю реку. Из-за сидения на мели в течение четырех дней у Луисыла и всяких других задержек, бедный старый Поль Джонс потратил около двух недель на путь от Цинциннати до Нового Орлеана. Это дало мне возможность познакомиться с одним из лоцманов. Он показал мне, как управлять судном, и обаяние жизни на реке стало еще сильнее. Мне довелось также познакомиться с одним юнцом, который ехал палубным пассажиром. Могу сказать, познакомиться к великому сожалению, потому что он весьма непринужденно занял у меня шесть долларов, обещав вернуться на пароход и отдать долг через день после приезда. Но он, вероятно, умер или забыл о своем обещании, потому что не пришел совсем. Вернее, все-таки, что умер, ибо он рассказывал, какие у него богатые родители, а на палубе он едет только потому, что там прохладнее. Вскоре я обнаружил следующее. Во-первых, что ни одно судно не собиралось идти к кустью Амазонки раньше, чем через 10-12 лет. Во-вторых, что 9 или 10 долларов, оставшихся у меня в кармане, не хватит на такую серьезную экспедицию, даже если мне удастся дождаться парохода. Отсюда следовало, что мне надо начинать новую карьеру. Поль Джонс отправлялся в Сент-Луис. Я тщательно обдумал план осады моего лоцмана, и через три тяжелых дня он сдался. Он согласился обучить меня вождению судов по Миссисипи от Нового Орлеана до Сент-Луиса за 500 долларов из первого жалования, которое я получу после сдачи испытания. Я взялся за пустяковую задачу изучения великой реки Миссисипи на участке длиной в 1200-1300 миль с доверчивой легкостью, свойственной моему возрасту. Представляя себе ясно, что от меня потребуется, у меня не хватило бы смелости взяться за такое дело. Но я считал, что все, что требуется от лоцмана, это чтобы судно не вышло из реки, и мне казалось, что это отнюдь несложный фокус, принимая во внимание ее ширину. Пароход вышел из Нового Орлеана в четыре часа дня, и до восьми была наша вахта. Мистер Б., мой начальник, развернул судно, повел его мимо кормы других пароходов, стоявших у мола, и сказал, — Ну-ка, возьми штурвал, срежь кормы этих пароходов аккуратно, как шкурку с яблока. Я взялся за штурвал, и пульс у меня дошел до ста ударов в минуту. Мне казалось, что мы обдерем кормы всех судов. Так близко мы проходили. Я затаил дыхание и начал отводить судно от этой опасности. О лоцмане, который не мог найти ничего лучшего, как подвергать нас такому риску, у меня сложилось особое мнение, но я был достаточно благоразумен, чтобы промолчать. Через полминуты между пароходами и Поль Джонсом появилась безопасная широкая полоса воды, а еще через десять секунд я был позорно смещен, и мистер Б. снова подверг нас опасности. Так изругав меня за трусость, что мне казалось, будто с меня заживо сдирают кожу. Я был уязвлен, но не мог не любоваться легкостью и уверенностью, с которой мой начальник, небрежно перекладывая штурвал, проходил мимо других судов так близко, что катастрофа ежеминутно казалась неизбежной. Когда он немножко остыл, он объяснил мне, что тихое течение ближе к берегу, а быстрое — к середине, поэтому мы должны держаться берега, идя против течения, чтобы использовать первое обстоятельство, и плыть посередине, идя по течению, чтобы использовать последнее обстоятельство. В душе я решил стать лоцманом, который ходит только вниз по течению, предоставив идти вверх по течению тем, кому недорога жизнь. Время от времени мистер Б. обращал на что-нибудь мое внимание. Он изрекал. — Это мыс шестой мили. Я соглашался. Сведение вполне приятное, только я не совсем понимал, к чему оно. Лично для себя я в нем ничего интересного не находил. В другой раз он сказал. — Это мыс девятой мили. А еще дальше — это мыс двенадцатой мили. Все они лежали вровень с водой и казались мне друг на друга похожими, унылыми и неживописными. Я надеялся, что мистер Б. переменит тему. Но нет. Он привязывался к какому-нибудь мысу, с любовью прижимался к берегу, а потом заявлял. — Ну, тихая вода тут у этих деревьев кончается. — Теперь давай переходить. И он шел наперерез. Раза два он дал мне штурвал, но мне не везло. То я чуть не отхватывал кусок от сахарной плантации, то залезал слишком далеко от берега и сразу впадал в немилость и бывал всячески изруган. Наконец вахта кончилась. Мы поужинали и легли спать. В полночь свет фонаря ударил мне в глаза, и ночной вахтенный сказал — «Эй, выметайся!» И ушел. Я никак не мог понять, что означает этот странный поступок, поэтому, даже не пытаясь разобраться, в чем дело, я снова заснул. Однако довольно скоро он вернулся, и на этот раз был уже зол по-настоящему. Я рассердился и сказал — «Что вы тут ходите и мешаете мне среди ночи? Теперь я больше не смогу заснуть». Ну и ну, — сказал ночной вахтенный. Как раз в это время сменившаяся вахта возвращалась спать, и я услышал грубый смех и выкрики. «Эй, старина, ты нового щенка еще не вытащил? Ишь он какой нежный! Дай-ка ему пососать сахарку в тряпочке, да пошли за нянькой, пусть она его побаюкает!» В это время появился мистер Б. Не прошло и минуты, как я уже поднимался по трапу лоцманской рубки, причем только часть одежды была на мне, а остальную я нес в руках. Мистер Б шел за мной по пятам, добавляя соответствующие комментарии. Это было нечто совсем новое — вскакивать среди ночи и становиться на работу. Об этой подробности лоцманской профессии я никогда не подозревал. Я знал, что пароходы идут всю ночь, но мне не приходило в голову, что кому-то надо же вылезать из теплой постели, чтобы везти их. Я начал побаиваться, что быть лоцманом — это вовсе не так романтично, как я воображал. Сейчас я увидел, что это дело весьма серьезное и требует настоящего труда. Ночь была довольно тусклая, хотя немало звезд виднелось на небе. Рослый помощник стоял у штурвала. Он направлял нашу старую посудину по какой-то звезде и вел пароход прямо посередине реки. Расстояние между обоими берегами было не больше мили, но они казались удивительно далекими, неясными и смутными. Помощник сказал, «Нам надо пристать у плантации Джонса, сэр». Дух мщения во мне возликовал. Я мысленно произнес, «Желаю вам удачи, мистер Б. Вам предстоит удовольствие отыскивать плантацию мистера Джонса в такую ночь, и я надеюсь, что вы никогда в жизни ее не отыщите». Мистер Б. спросил помощника, «К верхнему концу плантации или к нижнему?» «К верхнему». «Не могу. При такой воде там все пни вылезли наружу. До нижнего конца недалеко. Придется подойти туда». «Ладно, сэр, а если Джонсу это не понравится, пускай устраивается как хочет». И помощник ушел. Мой злорадный восторг стал остывать и сменился изумлением. Передо мной был человек, бравшийся в такой тьме отыскать не только самую плантацию, но и любой ее конец, на выбор. Мне ужасно хотелось задать один вопрос, но я уже навлек на себя столько сердитых окриков, что был сыт ими по горло, и решил промолчать. Я хотел только спросить мистера Б., действительно ли он такой осел, что воображает, будто можно найти эту плантацию ночью, когда все плантации совершенно не отличаются друг от друга. Но я удержался. Все-таки меня в те дни иногда осеняла по вдохновению какая-то осторожность. Мистер Б. повел судно к берегу и скоро подошел к нему, как сделал бы это среди бела дня. И он не только причалил, но еще и пел при этом «Отец небесный, заря угасает» и так далее. Мне казалось, что я вручил свою жизнь отчаянному головорезу. Вдруг он повернулся ко мне и спросил. — Как называется первый мыс выше Нового Орлеана? Я был доволен, что могу ответить быстро, и тут же ответил. Я сказал, что не знаю. — Не знаешь? Этот тон меня уничтожил. Сразу я почувствовал себя неважно, но пришлось повторить то же самое. — Хорош, нечего сказать, — проговорил мистер Б. — А следующий мыс как называется? Я опять не знал. — Ну, это уж чересчур. Можешь назвать мне хоть какой-нибудь мыс или место, которое я тебе называл? Я немного подумал и, наконец, сознался, что не могу. — Ну, послушай, с какого места выше мыса двенадцатой мили ты начинаешь пересекать реку? — Я? Я не знаю. — Не знаю, — передразнил он меня. — А что же ты вообще знаешь? — Я? Я, кажется, ничего. — Клянусь тенью великого Цезаря, я тебе верю. Такого тупого болвана я никогда в жизни и не видал, и не слыхал. Клянусь пророком Моисеем. И подумать, что ты хочешь быть лоцманом. — Да ты корову-пологу не сумеешь провести. Ну и здорово он разозлился. Человек он был нервный и так топтался у своего штурвала, будто под ним был раскаленный пол. Он весь просто кипел и то сдерживался, то вдруг прорывался и ошпаривал меня презрением. — Слушай-ка, а зачем я, по-твоему, называл тебе эти мысы? Дрожа я начал соображать, и вдруг бесискуситель подбил меня. — Ну, ну, я думал, ну, чтобы поразвлечь меня. — Быку показали красную тряпку. Б. 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 пересекая в то же время реку, что совсем ослеп от ярости, и налетел на рулевое весло торговой баржи. Разумеется, на него оттуда посыпался град самой разухабистой брани. Их как-то было на руку мистеру Бе, его переполняла злость, а тут нашлись люди, которые могли отвечать. Он открыл окошко, высунул голову, и полили из потоки такой брани, какой я никогда в жизни не слыхивал. Чем дальше и слабее становились голоса с баржи, тем громче кричал мистер Бе, тем полновеснее звучали его эпитеты. Когда он наконец закрыл окно, оказалось, что он окончательно иссяк. Из него уже нельзя было бы выудить даже те робкие богохульства, которые могли бы смутить вашу матушку. Вдруг он обратился ко мне самым кротким голосом. — Ты, мальчик, заведи себе записную книжечку, и каждый раз, как я тебе что-нибудь говорю, сразу все записывай. — Лоцман нам можно стать только так. Надо всю реку вызубрить наизусть. Надо знать ее, как азбуку. Для меня это было очень неприятным открытием. В свою память я до сих пор закладывал только холостые патроны. Но приуныл я ненадолго. Я решил, что в требование мистера Бе надо внести некоторые поправки, так как он, несомненно, преувеличивает. В это мгновение он дернул за веревку и несколько раз позвонил в большой колокол. Все звезды заволокло, и ночь стояла черная, как чернила. Я слышал только, что колеса бурлят около самого берега, но сомневался в возможности рассмотреть его. Голос невидимого вахтенного спросил с верхней палубы. — Где мы, сэр? — Плантация Джонса. Я сказал себе, что охотно рискнул бы на небольшой опоре, что Лоцман ошибается. Но я не пикнул. Я только смотрел и ждал. Мистер Бе дал сигнал и, как полагалось, нос парохода подошел к берегу. На баке вспыхнул фонарь. Кто-то спрыгнул, и голос негра проговорил из темноты. — Давайте мне ваш саквояж, масса Джонс! А через мгновение мы уже снова шли по реке тихо и спокойно. Я глубоко задумался и потом проговорил, конечно, про себя. Да, найти сейчас плантацию — это, конечно, самое счастливое из всех возможных случайностей. Но повторить такой подвиг не удастся и за сто лет. Я искренне верил, что это действительно была случайность. За время, понадобившееся нам, чтобы пройти около 800 миль вверх по реке, я научился довольно ловко вести пароход вверх по течению, правда, только днем. А до прихода в Сент-Луис сделал кое-какие успехи и в ночном управлении, правда, весьма незначительные. У меня была записная книжка, сплошь исчерканная названиями «Городов», «Мысов», «Мелей», «Островов», «Излучин», «Пристаней» и так далее. Но все эти сведения можно было найти только в книжке. В голове у меня они не удерживались. У меня болело сердце при мысли о том, что я запечатлел только половину реки, так как мы сменялись на вахту каждые четыре часа днем и ночью. В книжке были длинные пробелы за каждые четыре часа, что я просыпал с начала путешествия. Мой наставник поступил на большой Новорлеанский пароход, и я, уложив свои вещи, отправился вместе с ним. Вот это был пароход! Стоя в лоцманской рубке, я так возвышался над водой, точно забрался на гору. Палубы так далеко убегали к армии и к носу, что я сам себе дивился, вспоминая, что считал Поль Джонса большим судном. Пароход этот отличался от Поль Джонса и в других отношениях. Лоцманская рубка Поль Джонса была плохонькой, грязной и расшатанной мышеловкой, страшно тесной в добавок. А эта рубка походила на роскошный стеклянный храм, места столько, хоть танцуй. Нарядные, красные с золотом занавеси, внушительный диван, высокая спинка и кожаные подушки. Сюда другие лоцманы приходили посидеть, поболтать и посмотреть реку. Блестящие вычурные урны вместо деревянного ящика, наполненного опилками. Красивый линолеум на полу, уютная большая печь для зимы, инкрустированный штурвал с меня вышиной. Проволочный штуртроз, блестящие медные кнопки сигнальных звонков и чистенький негр-буфетчик в белом переднике, готовый подать бутерброды, мороженое или кофе на вахту в течение круглых суток. Да, это уже было кое-что, и я снова приободрился, решив, что все-таки лоцманское дело — занятие романтическое. Как только мы тронулись, я прошелся по всему большому пароходу и без конца восторгался. Он был чист и наряден, как гостиная. Когда я осматривал его большой золоченый салон, мне чудилось, что я вижу своды великолепного туннеля. На двери каждой каюты была картинка, написанная искусным живописцем. Всюду висело бесконечное количество люстр с граненными стеклянными подвесками. Нарядна была конторка-кассира, великолепен буфет, а на прическу и костюм буфетчика, казалось, потрачены были невероятные деньги. Котельная палуба, так сказать, второй ярус парохода, показалась мне просторной, как церковь. И бак тоже. И не жалкая горсточка матросов, кочегаров и грузчиков. Нет, целый батальон людей был там. Огни жарко пылали в длинном ряде топок, и восемь огромных котлов возвышались над ними. Какое неописуемое великолепие! А мощные машины! Но довольно. Никогда я не чувствовал себя так замечательно. А когда я услышал, как весь этот отлично вымуштрованный штат почтительно именует меня «сэр», я почувствовал полнейшее удовлетворение. Когда я вернулся в Лоцманскую рубку, Сан-Луиса уже не было видно. И я растерялся. Передо мною расстилалась часть реки, полностью занесенная в мою книжку, но я абсолютно ничего не мог разобрать. Сейчас все было шиворот на выворот. Я видел эти берега, подымаясь вверх по течению, но ни разу не догадался обернуться, чтобы посмотреть на уходящую панораму. И сердце мое сжалось. Я понял, что должен вызубрить эту коварную реку сверху вниз и снизу вверх. Лоцманская рубка полна была лоцманов, пришедших посмотреть реку. Уровень воды в верхней реке, то есть на протяжении двухсот миль между Сан-Луисом и Каиром у впадения Огайо, стоял низко. Миссисипи меняет свой фарватер так часто, что лоцманы при низкой воде считают нужным пройти до Каира, чтобы освежить свои знания, в то время как их суда с неделю стоят в порту. Отправляются посмотреть реку и неудачники, у которых редко бывает работа. Вся их надежда состоит в том, что, будучи в курсе дела, они всегда смогут заменить какого-нибудь из известных лоцманов хоть на один рейс, в случае его неожиданной болезни или других помех. А многие из них систематически курсировали взад и вперед, изучая реку не потому, что надеялись действительно получить место, а просто потому, что на пароходе они считались гостями и выходило дешевле смотреть реку, чем жить на берегу и платить за все. Постепенно у этих людей вырабатывались довольно изысканные вкусы, и они осаждали главным образом те пароходы, где была заведомо хорошая кухня. Все эти гости были полезны, потому что они всегда охотно и зимой, и летом, и днем, и ночью выходили на яликах обставлять баконами фарватер и вообще помогали лоцману чем только могли. Их принимали охотно еще и потому, что все лоцманы – неутомимые балагуры, когда соберутся вместе, а так как говорят они исключительно о реке, то всегда понимают друг друга, и их рассказы всегда интересны. Настоящий лоцман ничем на свете, кроме реки, не интересуется и гордится своей профессией не меньше любого короля. В этот рейс у нас подобралась неплохая компания этих речных наблюдателей. Их было человек восемь, десять, и в нашей большой рубке всем хватало места. На двух-трех были шелковые цилиндры, изысканные крахмальные рубахи с бриллиантовыми булавками. Говорили они на изысканном английском языке и держались с достоинством людей, обладающих солидным капиталом и репутацией превосходных лоцманов. Другие были одеты более или менее небрежно, и на головах у них возвышались островерхие фетровые шляпы, напоминающие дни Кронвеля. В этом высокопоставленном обществе я был ничем и чувствовал себя униженным, чтобы не сказать совсем уничтоженным. Меня даже не считали достойным помогать у штурвала, когда надо было спешно положить руля на борт. Тот гость, который стоял поближе, делал это, когда было нужно, а делать это приходилось ежеминутно, из-за извилистого фарватера и низкой воды. Я стоял в углу, и разговоры, которые я слышал, наполняли меня безнадежностью. Один гость говорил другому. — Джим, ты как пришел мимо сливого мыса, когда подымался? — Да я там был ночью, и прошел так, как мне посоветовали ребята с Дианой. Вышел ердов на пятьдесят выше свай у ложного мыса, держал на хижину под сливовым мысом, пока не обошел отмелей, где на четверть меньше двух. Затем вышел на середину, чтобы пройти средний перекат, и держал так, пока не миновал старый тополь с большим суком и излучиной. Потом привел корму на птополь, а нас помели за мысом. Прошел шикарно, в девять с половиной. — Пересек прекрасный, не правда ли? — Да, но на верхнем перекате сильно сносит вниз. Тут заговорил другой луцман. Я прошел ниже, и тем не менее получше этого. Начал от ложного мыса, метко два, обогнул вторую мель против большой коряги в излучине и имел две без четверти. Один из нарядных гостей заметил. — Не хочу, конечно, сказать, что ваши лотовые виноваты, но мне сдается, что для сливового мыса этот уровень воды вовсе неплох. Все одобрительно закивали головами, когда эта спокойная шпилька, направленная в хвостуна, попав по адресу, заставила его заткнуться. И такие разговоры и споры шли без конца, а у меня в мыслях все время вертелось. Ну, если верно все, что я слышу, мне придется не только зазубрить названия всех городов, островов, излучин и прочих мест, но надо будет еще завести теплые дружеские отношения с каждой старой корягой, с каждым старым тополем и с каждой невзрачной сваей, словом, со всем, что украшает берега реки на протяжении 1200 миль. Больше того, мне надо будет точно знать, где все эти штуки торчат в темноте, если только у наших гостей нет глаз, пронизывающих темноту на две мили вперед. Мне захотелось послать лоцманскую профессию ко всем чертям, и я пожалел, что вообще взялся за это дело. В сумерках мистер Б три раза ударил в большой колокол, сигнал причалить к берегу. Капитан вышел из своей каюты и вопросительно посмотрел на лоцмана. Мистер Б сказал, — Мы здесь должны остановиться на всю ночь, капитан. — Хорошо, сэр. — И все. Пароход подошел к берегу и встал к причалу на всю ночь. Мне страшно нравилось, что лоцман мог распоряжаться, как ему вздумается, не спрашивая разрешения у такого важного капитана. Я поужинал и сразу лег спать, обескураженный всем, что пришлось видеть и пережить за истекший день. Все мои записи были бессмысленным набором ничего не значащих названий. Просматривая их днем, я вконец запутался и надеялся отдохнуть от них во сне. Не тут-то было. Эти названия вертелись у меня в мозгу всю ночь в яростном непреодолимом кошмаре. На утро я был совсем разбит и в очень дурном расположении духа. Мы быстро шли вперед, подвергаясь многочисленным опасностям, так как хотели выйти из реки, так называли переход до Каира, прежде чем нас застигнет ночь. Но тут напарник мистера Бея, другой лоцман, посадил пароход на мель, и мы потеряли уйму времени, чтобы с нее сойти. Ясно было, что темнота захватит нас еще далеко от устья Агайо. Это было большой неудачей, особенно для некоторых из лоцманов наших гостей, потому что судам приходилось ждать их возвращения, сколько бы времени они не отсутствовали. Разговоры в рубке стали трезвее. Идя вверх по течению, лоцманы не обращают внимания на низкий уровень воды или на темноту. Ничто, кроме тумана, не может их остановить. Но идти вниз по течению — дело другое. Судно почти беспомощно, когда сильное течение его увлекает, поэтому в мелководье пароходы, спускаясь вниз по течению, шли только днем. Однако оставалась еще слабая надежда. Если бы нам удалось засветло пройти опасный и путанный переход у Шляпного острова, можно было бы решиться идти вперед. Дальше путь становился проще, и вода выше. Но чистое безумие пытаться пройти мимо этого острова ночью. Поэтому целый день все смотрели на часы и высчитывали, с какой скоростью мы идем. Шляпный остров был центром всех разговоров. Надежда то росла, то из-за задержки на трудных поворотах угасала. Несколько часов находились мы под гнетом скрытой тревоги. Она передалась даже мне, и я так напряженно стремился к этому шляпному острову. Чувство ответственности так давило меня, что мне хотелось хоть на пять минут очутиться на берегу, вздохнуть облегченно, полной грудью, и уже потом снова пуститься в путь. Мы не отбывали вакт по порядку. Оба наши лоцмана по очереди вели пароход по той части реки, которую каждый из них проходил в предыдущий рейс, вверх по течению, и, следовательно, лучше знал. Но оба все время оставались в лоцманской рубке. За час до захода солнца мистер Б стал к штурвалу, а мистер У отошел. В течение тридцати минут все стояли с часами в руках в тревожном напряженном молчании. Наконец кто-то проговорил, безнадежно вздохнув. Ну вот и шляпный остров, но нам его не пройти. Крышки всех часов щелкнули разом, каждый вздохнул, и кто-то пробормотал. Да, скверная штука. Хоть на полчаса раньше попасть бы сюда. Всех охватило тяжелое чувство досады. Некоторые направились было к выходу, но остановились, не слыша сигнала причаливать. Солнце нырнуло за горизонт, пароход шел дальше. Гости вопросительно переглянулись. И один из них, уже взявшийся было за дверную ручку, помедлив немного, вернулся. Мы неуклонно шли вниз по излучине. Все без слов обменивались изумленными взглядами и восхищенными кивками. Бессознательно лоцманы теснее сгрудились за мистером Б. Между тем стемнело, и в небе тускло блеснули одинокие звезды. Гробовое молчание и напряженное чувство ожидания, казалось, давили всех. Мистер Б. потянул за трос, и два глубоких, мягких удара большого колокола поплыли в ночь. Потом тишина, и еще раз пропел колокол. Голос вахтенного произнес с верхней палубы. «Лот на правый борт! Лот на левый борт!» Крики лотовых начали раздаваться с бака, и передатчики подхватывали их хриплыми голосами. «Три сажени!» «Три!» «Три без четверти!» «Две с половиной!» «Две с четвертью!» «Две!» «Без четверти!» Мистер Б. дернул за оба колокольных троса. Ему ответили снизу, из машинного отделения, еле слышным звонком, и ход судно замедлился. Пар со свистом начал вырываться из предохранительных клапанов. Лотовые продолжали перекликаться, и, как всегда, ночь придавала их голосам зловещий оттенок. Лотсманы говорили шепотом, и каждый напряженно следил за происходящим, не спуская глаз мистера Б. Он один был спокоен. Он перекладывал руль и застывал на месте. А когда пароход пошел, как мне показалось, по какому-то широкому и темному морю, Б. руководствуясь ему одному видимыми признаками, выравнивал его и направлял. Из чуть слышного разговора можно было иногда уловить связанную фразу, вроде «Ну вот, через первый перекат пронесло чисто!» И после паузы другой пониженный голос. «Корма проходит тютелька в тютельку!» Провались я на месте. «Теперь она проходит над критической глубиной, ей-богу!» Кто-то пробормотал. «Замечательно сделано!» «Замечательно!» Машины были остановлены, и мы шли по течению. Я, конечно, не видел ничего, потому что все звезды исчезли. Идти по течению — дело пренеприятное. У меня даже сердце замирало. Вдруг я различил в окружающей настьме еще более темное пятно. Это был выступ острова. Мы шли прямо на него. Мы вошли в его тень, и гибель казалась не настолько неизбежной, что я чуть не задохнулся. У меня возникло страстное желание сделать что-нибудь, все равно что, лишь бы спасти пароход. Но мистер Б стоял у штурвала молчаливый и насторожившийся, как кот. А все лоцманы сгрудились за ним плечо к плечу. «Не выйдет!» — прошептал кто-то. По крикам лотовых было понятно, что становилось все мельче и мельче. И, наконец... «Восемь с половиной! Восемь футов! Восемь футов! Семь с...» Мистер Б предостерегающе сказал в переговорную трубку механику. «Ну, теперь держитесь!» «Есть, сэр! Семь с половиной! Семь футов! Шесть с...» Мы коснулись грунта. Сразу мистер Б зазвонил в колокол и заорал в трубку. «Ну, теперь давай! Давай полный ход!» И к своему напарнику. «Полный ход! Бери круче! Жми!» Пароход заскрипел, прокладывая себе дорогу по песку. Одно страшное мгновение висело на волоске от бедствия. И вдруг... Миновал мель. Никогда еще стены лоцманской рубки не сотрясало такое громовое «Ура!», как в эту минуту. Потом все пошло гладко. Мистер Б был в этот день героем. И прошло немало времени, прежде чем лоцманы перестали толковать о его подвиге. Чтобы понять, какая изумительная точность нужна для того, чтобы провести большой пароход по этой темной водной пустыне, надо знать, что судно не только должно пролавировать между корягами и подводными камнями, и затем пройти так близко от острова, что ветви береговых деревьев задевают его, надо еще знать, что предстоит также пройти совсем рядом с затомнувшим судном, останки которого в случае столкновения сорвали бы днищевую обшивку и уничтожили бы в пять минут на четверть миллиона долларов груза и самое судно. Да, еще, может быть, и около 150 человеческих жизней в придачу. Последнее замечание, слышанное мною в этот вечер, был комплимент по адресу мистера Бе. Эти слова произнес один из гостей, как бы про себя, но с особенным смаком. Клянусь тенью смерти. Он чудо, а не лоцман. Глава третья. Щенок продолжает испытывать трудности. После весьма нудной зубрежки я, наконец, вдолбил себе в голову всякие острова, города, перекаты, мысы и повороты. Но, по правде сказать, все эти названия лежали в моей голове, словно безжизненная груда. Однако, благодаря тому, что я мог с закрытыми глазами отторобанить подряд длиннейший список этих названий, пропуская не больше десяти миль из каждых пятидесяти, я почувствовал, что могу провести судно к Орлеану, если сумею проскочить те места, которые я забывал. Но, конечно, только я начинал самодовольно задирать нос, как мистер Б. выдумывал что-нибудь, чтобы сбить с меня спесь. Однажды он внезапно обратился ко мне с ядовитым вопросом. «Какие очертания имеет Ореховая излучина?» Он с таким же успехом мог спросить у меня мнение моей бабушки о протоплазме. Я подумал и почтительно сказал, что вообще не знаю, имеет ли Ореховая излучина какие-то особенные очертания. Спыльчивый начальник мой, конечно, сразу воспламенился и пошел обстреливать меня нелестными эпитетами, покуда не истощил весь свой запас. Я уже давно знал по опыту, что запас нарядов у него ограниченный, и что, израсходовав их, он тотчас же превратится в добродушного старого ворчуна, не чуждого даже угрызений совести. Впрочем, я говорю старого просто ласкательно. Ему было не больше тридцати четырех лет. Я ждал. Он, наконец, проговорил. «Ты, мальчик, обязан безупречно знать очертания всей реки. Только зная их, не можно править темной ночью, ведь все остальные признаки расплываются, исчезают. Помни, однако, что ночью эти очертания не те, что днем. Да как же я их тогда заучу? А как ты дома ходишь в темноте по своей прихожей? Просто потому, что знаешь ее очертания. Ведь видеть ты ничего не можешь. Вы хотите сказать, что я должен знать всю бездну незаметных изменений в очертаниях берегов этой бесконечной реки так же хорошо, как знаю прихожую в своем доме? Клянусь честью, ты должен знать их тверже, чем каждый человек знает собственную прихожую. Ох, пропади я пропадом, тогда лучше мне умереть. Знаешь, я, конечно, не хочу тебя обескураживать, но... Да уж валите все сразу, не все ли равно, сейчас я узнаю или потом. Видишь ли, выучить это нужно обязательно, этого никак не избежать. В ясную звездную ночь тени бывают такие черные, что если ты не будешь знать береговых очертаний безукоризненно, ты будешь шарахаться от каждой кучки деревьев, принимая их черный контур за мыс. Ровно каждые пятнадцать минут ты будешь пугаться насмерть. Ты будешь держаться в пятидесяти ярдах от берега, когда надо быть в пятидесяти футах от него. Пусть ты не можешь различить коряги, но ты точно знаешь, где она. Очертания реки тебе об этом говорят, когда ты к ней приближаешься. А потом возьми совсем темные ночи. В абсолютно темную ночь река выглядит совсем иначе, чем в звездную. Берега кажутся прямыми и чертовски туманными линиями. И ты бы принимал их за прямые линии, но ты не так прост. Ты смело ведешь судно, хоть тебе и кажется, что перед тобой непроницаемая отвесная стена. А ты знаешь отлично, что на самом деле там поворот. И стена пропускает тебя. И потом эти серые туманы. Ты возьми ночь, когда стоит и такие жуткий, мокрый, серый туман, когда берег вообще не имеет никаких очертаний. Этот туман собьет с толку самого старого и опытного человека на свете. Да и к тому же еще изменчивое лунное освещение. Оно тоже придает реке совершенно другой облик. Видишь ли... О, пожалуйста, не говорите больше ничего. Неужели я должен вызубрить все очертания этой реки с их бесконечными изменениями? Да ведь если я попытаюсь снести весь этот груз в моей голове, я могу стать совсем сутулым. Нет, ты только изучи и запомни настоящее очертание реки, чтобы ты мог вести судно по тому представлению, которое сложилось у тебя в голове, и не обращать внимания на то, что у тебя перед глазами. Ладно, я попробую, но, по крайней мере, когда я их выучу, смогу я положиться на них или нет? Останутся ли они всегда такими, без всяких фокусов? Прежде чем мистер Б. смог ответить, мистер У. пришел сменить его и сказал... Б. Ты будь повнимательней. У Президентова острова и вообще выше района старой наседки с цыплятами. Берега размываются совершенно. Не узнать уже реки выше мыса на сороковой миле. Сейчас там можно провести судно между берегом и старой корягой. Тем самым я получил ответ на свой вопрос. Бесконечные берега все время меняли свои очертания. Я снова повержен был во прах. Две вещи стали мне абсолютно ясны. Во-первых, что для того, чтобы стать лоцманом, надо усвоить больше, чем дано любому человеку. И во-вторых, что все усвоенное надо переучивать по-новому каждые двадцать четыре часа. В эту ночь мы стояли в вахту до двенадцати. По старому речному обычаю при смене вахты оба лоцмана заводили разговор. В то время как сменный надевал перчатки и закуривал сигару, его товарищ второй лоцман говорил что-нибудь вроде... Я считаю, что верхний перекат что-то убывает у мыса Гейля. У меня было сажени две с четвертью у его нижнего конца и две сажени у верхнего. А я уже и в прошлый рейс решил, что это так. Кого-нибудь встретил? Одно судно против острова двадцать один, но оно шло через перекат, и я его как следует не разглядел. По-моему, это был солнечный юг, у него перед трубами не было световых люков. И так все время. И когда сменяющий лоцман становился к штурвалу, его напарник, то есть другой лоцман, говорил, что мы в такой-то излучине, а впереди такая-то плантация или лесной склад, и называл фамилию владельца. Это была простая вежливость. Я же считал это необходимостью. Но мистер У пришел на вахту на целых двенадцать минут позже, поразительное нарушение этикета, непростительный грех для лоцмана. И мистер Б с ним даже не поздоровался, а просто передал ему колесо и, не проронив ни слова, вышел из лоцманской рубки. Я был в ужасе. Стояла зловещая черная ночь. Мы шли по широкой, на редкостемной части реки, где не было никаких вех, ничего, что помогало бы ориентироваться. Мне казалось немыслимым, чтобы мистер Б предоставил бедному малому погубить судно в бесплодных попытках определить его местоположение. Но я решил ни за что не покидать лоцмана, пусть увидит, что он все-таки не совсем одинок. И я стоял рядом, ожидая, чтобы он спросил меня, где мы находимся. Но мистер У преспокойно погрузился в сплошную кучу черных кошек, из которых, по-видимому, состояла вся окружающая атмосфера, и не открывал рта. — Вот дьявольская гордость! — подумал я. — Вот чертово отродье! Он готов скорее всех нас погубить, чем быть чем-нибудь обязанным мне. И все потому, что я не принадлежу к соли земли, к тем аристократам, которые имеют право фыркать на капитана и командовать всеми живыми и мертвыми на пароходе. Я тут же забрался на скамью, считая, что пока этот сумасшедший на вахте, спать небезопасно. Однако через некоторое время я, очевидно, все-таки заснул, потому что вдруг увидел, что светает и что мистера У уже нет, а у штурвала снова стоит мистер Б. Значит, было четыре часа, и все было в порядке, кроме меня. Я почувствовал себя словно мешок, набитый костями, которые вдруг все сразу заболели. Мистер Б спросил, зачем я остался в рудке. Я осознался, что хотел оказать мистеру У благодеяние, сообщить ему, где мы находимся. Целых пять минут ушло на то, чтобы нелепость моего объяснения просочилась в сознании мистера Б, А потом, когда это свершилось, мне показалось, что злость просто переполнила его через край. Он, не задумываясь, отпустил мне комплимент и не из приятных. Он сказал, — Да, если в тебе разобраться, так выходит, что ты осел совсем особенной породы, каких я никогда и не видывал. — Зачем, по-твоему, ему надо было это знать? Я сказал, что, мол, ему это могло пригодиться. — Пригодиться! О, черт! Да разве я тебе не объяснил, что человек должен ориентироваться на реке ночью так же, как в своей прихожей? В темноте можно пробираться по прихожей, если знаешь, что попал именно в прихожую. Но если вы меня в темноте втолкнете куда-то и не скажете, что это прихожая, как же я узнаю? Ну, а на реке ты обязан узнать. Ладно. Тогда, пожалуй, я рад, что ничего не сказал мистеру У. Еще бы! Да ведь он бы вышвырнул тебя в окошко и погубил бы на сто долларов оконных стекол. Я был доволен, что дело обошлось без ущерба. Иначе я, наверное, поссорился бы с хозяевами парохода. Они просто терпеть не могли людей небрежных и портящих вещи. Я взялся за работу и стал изучать очертания реки. Но из всех ускользающих, неуловимых явлений, которые я когда-либо пытался уловить и закрепить в памяти, река была самым неуловимым. Я впивался глазами в острый лесистый мыс, вдававшийся в реку в нескольких милях предо мной, и старался тщательно запечатлеть его очертания в своем мозгу. Но как только это мне начинало удаваться, и я достигал цели, мы уже подходили к мысу, и эта проклятая штука начинала таять и сливаться с берегом. Когда попадалось резко выделявшееся сухое дерево на самом выступе мыса, оно, как только мы к нему приближались, незаметно сливалось с лесом, расположенным на совершенно прямом берегу. Ни один заметный холм не сохранял своих очертаний так, чтобы я успевал выяснить, какой он формы. Нет, он так менялся, так расплывался, словно был масляным и находился в самом жарком месте тропиков. Ни один предмет не сохранил тех очертаний, какие у него были, когда я шел вверх по течению. Я упомянул об этих маленьких затруднениях мистеру Бе. Он сказал, вот в этом суть всей науки. Если бы очертания не менялись каждые три секунды, от них не было бы никакого толку. Возьми, например, это вот место, где мы сейчас. Пока вон тот холм, просто одиночный холм, я могу идти напрямик своим путем. Но как только он на вершине начинает раздваиваться в виде римской пятерки, я знаю, что мне надо сразу же ворочать право на борт, иначе я выпущу из нашего судна все внутренности. А в тот миг, когда одна вилка этой цифры заходит на другую, я должен вальсировать влево. Не то выйдет инцидент с одной знакомой корягой. Она выдерет киль у нашего парохода, как щепку из твоих рук. Если бы вон тот холм не менял очертаний в темные ночи, это место превратилось бы через год в жуткое кладбище затонувших судов. Не стало ясно, что надо изучить очертания реки во всех возможных направлениях — задом наперед, вверх ногами, шиворот на выворот, наизнанку. А кроме того, надо знать, что делать в темные ночи, когда у этой реки отсутствуют какие бы то ни было очертания. Итак, я взялся за дело. С течением времени я уже начал было распутывать хитросплетения этой науки, и моя самоуверенность снова вышла было на передовые позиции. Но мистер Б. был всегда на готове, чтобы опять загнать меня в тыл. Начал он примерно в таком духе. — Сколько воды у нас было в среднем проходе у дыры в стенке во время последнего рейса! Я принял эти слова за личное оскорбление. Я сказал, в каждом рейсе и вверх, и вниз лотовые битый час что-то выкрикивают в этом путаном месте. Как же вы хотите, чтобы я запомнил всю эту мешанину? — Мой мальчик, тебе это придется запомнить. Ты должен помнить каждую точку, каждый промер на мелком месте, во всех пятистах мелководных местах, которые лежат между Сент-Луисом и Новым Орлеаном. И ты не должен путать мелководные промеры и отметки во время одного рейса с промерами во время другого, потому что они часто меняются, запоминай их по отдельности. Когда я пришел в себя, я сказал, если я добьюсь того, чтобы все это упомнить, я, наверное, сумею воскрешать покойников, а тогда мне уже не придется служить лоцманом, чтобы заработать себе на хлеб. — Я хочу от этого дела отказаться. Дайте мне помойное ведро и щетку. Я только в уборщике и гожусь. Не хватает у меня ума, чтобы стать лоцманом. Тут столько мозгов нужно, что такого груза на плечах не выдержать, разве что на костыли опереться. — Ну, это ты брось. Раз я сказал, что обучу человека речному делу, значит, обучу. Можешь быть уверен, я его либо выучу, либо убью. Спорить с таким человеком было бесполезно. До отказа напрягая свою память, я постепенно стал запоминать даже мелкие места и бесчисленные промеры проходов. Однако ничто от этого не изменилось. Стоило мне выучить одну запутанную штуку, как тотчас же возникала другая. Я часто видел лоцманов, которые смотрели на воду и делали вид, будто читают по ней, как по книге. Но это была книга, мне ничего не говорившая. И все же пришло наконец время, когда мистеру Б. показалось, что я уже достаточно продвинулся вперед, чтобы преподать мне урок по чтению реки. Начал он так. Где-то полоса у верхнего конца заканчивается и сходит на нет. Да, сэр, это самое глубокое место. Проход через перекат. Там ты можешь пройти без всяких аварий. Ну, теперь поворачивай и иди вдоль переката. Там безопасно. Течение слабое. Я повел судно вдоль переката, пока не дошел до места, где полоса рябе кончилась. Тогда мистер Б. проговорил. Ну, теперь будь начеку. Подожди, пока я скажу. Пароход не захочет пересекать перекат. Они ненавидят мелкие места. Держи штурвал крепко. Подожди, подожди. Крепко держи его в руках. Ну, теперь крути. Бери, бери круче. Он схватил штурвал с другой стороны и помог мне круто повернуть и удержать его. Сначала судно сопротивлялось и не хотело слушаться руля. Но затем все же накренилось на правый борт и вошло в проход, оставляя за собой длинную, сердито вспененную полосу воды. Ну, теперь следи за судном. Следи за ним, как за кошкой. Не то оно от тебя вырвется. Если оно будет сопротивляться, и штурвал, дрогнув, мелко затрясется, ты его чуть-чуть отпусти. Ночью по этому признаку можно узнать мелководье. Но ты все-таки понемногу правь на мыс. Под каждым мысом обязательно есть отмель, потому что там вода завихривается и осаждает песок. Видишь, тонкие черточки на воде, расходящиеся веером. Все это мелкие мели. Ты их не должен задевать. Только срезай поближе. Ну, теперь гляди, гляди, Воба. Не жмись ты к этому обманчивому, гладкому, как масло, месту. Тут нет и девяти футов. Вот судно и не хочет идти. Учуял Эмель. — Говорю тебе, смотри, Воба, куда тебя несет? Стопори правое колесо! Живее! Задний ход! Давай полный назад! Затрещали звонки, и машина тотчас же ответила, выпустив высоко вверх белые клубы пара. Однако было уже поздно. Пароход действительно учуял мель. Бенные полосы, выходившие из-под колес, внезапно исчезли. Широкая мертвая звык образовалась перед носом. Судно дало резкий крен налево и пошло к берегу так, точно его напугали до смерти. Мы были за добрую милю от того места, где нам следовало находиться, когда, наконец, удалось снова взять судно в руки. Во время дневной вахты на следующий день мистер Б. спросил меня, знаю ли я, как вести судно на протяжении ближайших нескольких миль. Я ответил. Идти в первую излучину за мысом, обойти следующую, держать на нижний конец Хиггинсовой лесопильной. Пересечь прямо. — Хорошо. Я вернусь, прежде чем ты дойдешь до следующего поворота. Но он не вернулся. Он все еще был внизу, когда я сделал поворот и вошел в ту часть реки, относительно которой несколько сомневался. Я не знал, что мистер Б. прячется за трубой, чтобы посмотреть, как я справлюсь. Я весело шел вперед и гордился все больше и больше, потому что раньше он никогда так долго не оставлял пароход в полном моем распоряжении. Я даже рискнул отпустить судно, бросил штурвал совсем и, хвастливо повернувшись к нему спиной, рассматривал береговые приметы по корме, мурлыча песенку с той легкой небрежностью, которой я с такой завистью любовался, наблюдая за мистером Б. и другими лоцманами. Один раз я слишком долго смотрел в сторону, а когда обернулся, у меня сердце подскочило до самой глотки, и не стисни я зубы, оно бы попросту выскочило. Одна из этих страшных, крутых мелей вытянулась во всю свою длину прямо перед носом парохода. Я сразу потерял голову, я забыл, где я, у меня пересохло в горле, и я не мог вздохнуть, я стал вертеть штурвал с такой скоростью, что спицы его слили сплошную паутину. Пароход послушался и круто повернул от мели, но она пошла за ним. Я удирал, а она преследовала меня, держась неотступно прямо перед нашим носом. Я не видел, куда иду, я просто удирал. Страшная катастрофа была неизбежна. Куда же пропал этот злодей? Если я дерзну дать сигнал, меня вышвырнут за борт. Но лучше это, чем погубить пароход. И в слепом отчаянии я поднял такой тарарам, какого еще, наверное, ни один механик не слышал. Повинуясь бешеным сигналом, машина дала задний ход, и я совсем обезумел. Мы чуть не врезались в деревья на противоположном берегу. И в этот миг мистер Б. спокойно вышел на верхнюю палубу. Мое сердце переполнилось благодарностью к нему. Мое отчаяние исчезло. Я чувствовал бы себя спокойно и на краю не агары, стой мистер Б. на палубе. Он кротко и ласково вынул зубочистку изо рта, держа ее между пальцами, как сигару. А мы в это время как раз собирались взобраться на большое дерево, возвышавшееся над водой. И пассажиры метались на корме, как крысы. И, не повышая голоса, скомандовал. Стоп, правая! Стоп, левая! Обе назад! Судно нерешительно остановилось. На одно ужасное мгновение зарыло с носом ветки и медленно стало отходить. Стопори правую! Дай правой вперед! Теперь стопори левую! Дай левой вперед! Правь наотмель! И я поплыл безмятежный, как ясное летнее утро. Мистер Б. вошел в рубку и сказал с притворным простодушием. — Когда тебе сигналят с берега, и надо сделать остановку, мой милый, ты должен трижды ударить в колокол перед тем, как приставать, чтобы механики могли подготовиться. Я покраснел от этой насмешки и сказал, что мне никто с берега не сигналил. — Ага. Значит, ты пришел за дровами. Да ведь вахтенный тебе скажет, когда ему надо брать дрова. Я почувствовал себя совершенно уничтоженным и сказал, что шел не за дровами. — Вот как! — Ну так что же тебе могло понадобиться здесь, в этой излучине? Ты видел когда-нибудь, что пароход проходил в этом месте, по этой излучине? — Нет, сэр. Я и не пытался идти по ней. Я уходил от крутой мели кругом. — Это была вовсе не крутая мель. Их нет ни одной на три мили кругом. — Но я ее видел. Она была такой же крутой, как вон та. — Да, именно. Ну-ка, иди через нее. — Вы приказываете? — Да, бери ее. — Если я не пройду, лучше мне умереть. — Ладно, я беру ответственность на себя. Теперь я так же старался угробить пароход, как только что старался спасти его. Я мысленно повторял данный мне приказ, чтобы не забыть его на допросе в суде. И прямо пошел на мель. Когда она исчезла под нашим килем, я затаил дыхание. Но мы проскользнули над ней, как по маслу. — Ну, теперь ты видишь разницу. Это была простая рябь от ветра. Это ветер обманывает. — Да, вижу. Но ведь она в точности похожа на рябь над мелководьем. Как же тут разобраться? — Не могу тебе сказать. Это чутье. Со временем ты будешь сам во всем разбираться, но не сможешь объяснить, почему и как. И это оказалось правдой. Со временем поверхность воды стала чудесной книгой. Она была написана на мертвом языке для несведущего пассажира, но со мной говорила без утайки, раскрывая свои самые сокровенные тайны с такой ясностью, будто говорила живым голосом. И книга эта была не такой, которую можно прочесть и бросить. Нет, каждый день в ней открывалось что-нибудь новое. На протяжении всех долгих двенадцати сотен миль не было ни одной страницы, лишенной интереса, ни одной, которую можно было бы пропустить без ущерба, ни одной, от которой хотелось бы оторваться в расчете провести время повеселее. Среди книг, написанных людьми, не было ни одной, столь захватывающей, ни одной, которую было бы так интересно перечитывать, так увлекательно изучать изо дня в день. Пассажир, не умеющий читать ее, мог быть очарован какой-нибудь особенной, еле уловимой рябью, если только он не проглядел ее совсем. Но для Лоцмана это были строки, написанные курсивом. Больше того, это была надпись крупными буквами, с целым рядом кричащих восклицательных знаков, потому что та рябь означала, что здесь под водой, затонувшее судно или скала, и что они могут погубить самый прочный корабль в мире. На воде такая рябь просто промелькнет, а для лоцманского глаза это самая тревожная примета. Действительно, пассажир, не умеющий читать эту книгу, не видит в ней ничего, кроме красивых иллюстраций, набросанных солнцем и облаками. Тогда как для опытного глаза это вовсе не иллюстрации, а текст. Высшей степени серьезный и угрожающий. Теперь, когда я овладевал языком воды и до мельчайшей черточки, как азбуку, усвоил каждую мелочь, на берегах великой реки, я приобрел очень много ценного. Но в то же время я утратил что-то. То, чего уже никогда в жизни не вернешь. Вся прелесть, вся красота и поэзия величавой реки исчезли. Мне до сих пор вспоминается изумительный закат, который я наблюдал, когда плавание на пароходе было для меня вновь. Огромная пелена реки превратилась в кровь. В середине багрянец переходил в золото, и в этом золоте медленно плыло одинокое бревно, черное и отчетливо видное. В одном месте длинная, сверкающая полоса перерезывала реку, в другом изломами дрожала и трепетала на поверхности рябь, переливаясь как опалы. Там, где ослабевал багрянец, возникала зеркальная водная гладь, сплошь испещренная тончайшими спиралями и искусно наведенной штриховкой. Густой лес темнел на левом берегу, и его черную тень прорезала серебряной лентой длинная волнистая черта, а высоко над лесной стеною сухой ствол верева вздымал единственную зеленую ветвь, пламеневшую в неудержимых лучах заходящего солнца. Мимо меня скользили живописнейшие повороты, отражения, лесистые холмы, заманчивые дали. И все это залито было угасающим огнем заката, ежеминутно являвшего новые чудеса, оттенков и красок. Я стоял, как заколдованный. Я созерцал эту картину в безмолвном восхищении. Мир был для меня нов, и ничего похожего я дома не видел. Но, как я уже сказал, наступил день, когда я стал меньше замечать красоту и очарование, которые луна, солнце и сумерки придавали реке. Наконец, и тот день пришел, когда я уже совершенно перестал замечать все это. Повторить тот закат, я смотрел бы на него без всякого восхищения и, вероятно, комментировал бы его про себя следующим образом. По солнцу видно, что завтра будет ветер. Плывущее бревно означает, что река поднимается, и это не очень приятно. Та блестящая полоса указывает на скрытый под водой каменистый порог, о который чье-нибудь судно разобьется ночью, если он будет так сильно выступать. Эти трепещущие зайчики показывают, что нель размыла и меняется фарватер, а черточки и круги там, на гладкой поверхности, что этот неприятный участок реки опасно милеет. Серебряная лента, перерезающая тень от прибрежного леса, просто след от новой подводной коряги, которая нашла себе самое подходящее место, чтобы подлавливать пароходы. Сухое дерево с единственной живой веткой простоит недолго, «А как тогда человеку провести здесь судно без этой старой знакомой вехи?» Нет, романтика и красота реки положительно исчезли. Каждую примету я рассматривал только как средство благополучно провести судно. С тех пор я от всего сердца жалею докторов. Что для врача нежный румянец на щеках красавицы, как нерябь, играющая над смертельным недугом? Разве он не видит за внешней прелестью признаков тайного разложения? Да и видит ли он вообще эту прелесть? Не разглядывает ли он красавицу с узкопрофессиональной точки зрения, мысленно комментируя болезненные симптомы? И не раздумывает ли он иногда о том, выиграл ли он или проиграл, изучив свою профессию? Глава четвертая Образование щенка почти что заканчивается Тот, кто оказал мне любезность прочитать предыдущие главы, вероятно удивлен, что я так подробно, как настоящую науку, рассматриваю лоцманское дело. Но в этом и заключалась основная задача предыдущих глав, и я еще не совсем ее выполнил. Не хочется самым наглядным, самым подробным образом показать вам, насколько эта наука чудесна. Морские фарватеры обозначены буйами и маяками, и научиться идти по ним сравнительно нетрудно. У рек с твердым каменистым дном русло меняется очень медленно, и можно поэтому изучить его раз навсегда. Но проводить суда по таким огромным водным потокам, как Миссисипи и Миссури, это совсем другое дело. Их наносные берега, обваливаясь, вечно меняют свой облик. Подводные коряги постоянно перемещаются, песчаные отмели все время изменяют очертания. А фарватеры то и дело виляют и отклоняются в стороны. Приходится при любой темноте, при любой погоде идти навстречу препятствиям, без единого буйка или маяка, потому что на протяжении трех-четырех тысяч миль этой коварной реки ни одного буйка, ни одного маяка нет. Я чувствую себя вправе так распространяться об этой великой науке, потому что из людей, водивших корабли, а следовательно, практически знающих лоцманское дело, наверное, еще никто не написал о нем ни слова. Будь эта тема избита, я счел бы себя обязанным пощадить читателя, но поскольку она совершенно нова, я и решился отвезти ей такое место. Когда я усвоил название и положение каждой приметы на реке, когда я так изучил ее вид, что мог бы с закрытыми глазами начертить ее от Сент-Луиса до Нового Орлеана, когда я научился читать по водной поверхности так, как пробегают новости в утренней газете, и, наконец, когда я заставил свою тугую память накопить бесчисленные сведения о всяких поворотах и промерах и, накопив орудовать ими, я счел свое образование законченным. А потому стал носить фуражку на бекрень и стоял у штурвала с зубочисткой во рту. Эти повадки не ускользнули от мистера Б. Как-то он сказал. — А какой высоты вон тот берег у Бэрджиса? — Как же я могу сказать, сэр? Ведь до него три четверти мили. — Неважное зрение, неважное. Возьми подзорную трубу. Я взял подзорную трубу и тогда сказал. — Не знаю. По-моему, фута полтора. — По-твоему, полтора фута. А ведь берег-то шестифутовый. Ну, а какой высшины он был в прошлый рейс? — Не знаю. Совсем не заметил. — Не заметил? Ну, так тебе теперь придется всегда отмечать высоту берега. — Зачем? — Затем, что это расскажет тебе об очень многом. И прежде всего об уровне воды. Ты будешь знать, больше ли ее сейчас или меньше, чем было в прошлый раз. — Лот мне об этом расскажет. Мне казалось, что на этот раз я взял верх над мистером Б. — Да, но предположим, что Лотова и соврали. — Тогда об этом тебе скажет берег, и ты сможешь пробрать их как следует. Прошлый раз берег поднимался на десять футов, а нынче только на шесть. Это что значит? — Значит, что река на четыре фута выше, чем в прошлый раз. — Отлично. — Что же, вода, по-твоему, прибывает или убывает? — Прибывает. — Нет, не прибывает. — Мне кажется, сэр, я прав. Вон там по течению плывут стволы деревьев. — Да. — Прибывающая вода подмывает и уносит подгнившие деревья, но ведь они продолжают плавать и после ее убыли. — А берег вернее расскажет тебе, как обстоит дело. — Вот подожди, мы подходим к месту, где он немного выдается. Смотри. — Видишь узкую полоску ила? — Он отложился, когда вода была выше. — А видишь, кое-где на берегу уже осели стволы, занесенные течением? — Берег еще и в другом может помочь. Видишь там сухой ствол на ложном мысе? — Да, сэр. Вода как раз доходит до его корней. Отметь себе это. — Зачем? — Это значит, что в протоке 103 вода стоит на 7 футах. — Но ведь 103 гораздо выше. — Вот тут-то и обнаруживается, зачем надо изучать берег. Теперь в протоке 103 воды достаточно. А когда мы подойдем, может быть, не так, а берег нас все время держит на чеку. Поднимаясь против течения во время убыли воды, идти протоками вообще нельзя. А когда идешь во время убыли вниз, протоки, по которым разрешено идти, все наперечет. На этот счет в Соединенных Штатах имеется соответствующий закон. — Когда подойдем к 103, река может подняться, и тогда мы пройдем. — Какая у нас сейчас осадка? — Шесть футов кормой и шесть с половиной носом. — Кое-что ты как будто знаешь. — Ну вот что мне особенно хочется знать. Неужели я должен вечно изо дня в день мерить берега этой реки на протяжении всех тысячи двухсот миль? — Конечно. Чувства мои нельзя было выразить словами. Наконец я все-таки проговорил. — Ну, а эти протоки? Много их? — Ну, конечно. Кажется, в этот рейс ты вообще не увидишь реку такой, какой видел ее раньше. Полная, так сказать, перемена. Если река снова начнет подниматься, мы пройдем над такими перекатами, которые раньше возвышались над ней, высокие и сухие, словно крыши домов. Мы пройдем по мелким местам, которые ты увидишь впервые, прямо через середину перекатов, занимающих триста акров. Мы проскользнем по рукавам, где раньше была суша, промчимся лесами, скашивая по двадцать пять миль прежнего пути. Мы увидим обратную сторону каждого острова между Новым Орлеаном и Каиром. Значит, мне опять нужно взяться за работу и зубрить про эту реку столько же, сколько я уже зубрил. Ровно вдвое больше. И как можно точнее. Да. Век живи, век учись. Дураком я был, что взялся за это дело. Это правильно. Но ты и остался дураком. А вот если выучишь все, то, как я сказал, ох, никогда мне не выучить. Но за этим уж я присмотрю. Через некоторое время я снова рискнул спросить. А мне надо выучить все это так же подробно, как и остальное, как очертания реки и прочее? Словом, так, чтобы я мог идти и ночью? Да. И тебе надо иметь хорошие, опознавательные приметы от самого начала до самого конца реки. Приметы, которые помогали бы тебе по виду берега узнавать, довольно ли во всех бесчисленных протоках воды. Вроде того, дерево, помнишь? Когда река находится в самом начале своего подъема, ты можешь пройти с полдюжины проток, самых глубоких. Поднимется еще на фут, можно пройти еще дюжину. Следующий фут добавит еще дюжины две, и так далее. Ты видишь, что нужно знать берега и приметы совершеннейшей, непоколебимой точностью, и никогда не путать. Потому что, если уж ты вошел в протоку, назад хода нет. Это тебе не река, и надо либо пройти протоку до конца, либо застрять месяцев на шесть, если в это время вода спадет. Есть штук пятьдесят таких проток, по которым вообще ходить нельзя. Разве что река, разлившись, затопит берега. Нечего сказать. Приятная перспектива. Вот так новый урок. Дело серьезное. И помнишь, что я только что сказал, если уж ты попал в одну из этих проток, ты должен ее пройти. Они слишком узкие, чтобы повернуть обратно, и слишком извилистые, чтобы выйти задним ходом. А мелкие места у них всегда у начала, не иначе. И у начала они как будто мелеют и мелеют, так что знаки, по которым ты запоминал их глубину в этом году, могут не годиться в следующем. Значит, каждый год все учить заново? — Именно. Ну, уведи через перекат, что ты застрял на самой середине. В ближайшие же месяцы я столкнулся со странными вещами. В тот самый день, когда происходил только что переданный разговор, мы заметили огромное повышение воды. Вся широкая поверхность реки почернела от плывущих сухих коряг, сломанных сучьев и огромных деревьев, подмытых и снесенных водой. Даже днем требовалась безукоризненная точность, чтобы пробираться среди этого стремительного сплава. А ночью трудности предельно возрастали. То и дело какое-нибудь огромное бревно, плывущее глубоко под водой, внезапно выныривало прямо перед нашим килем. Пытаться обойти его было бесполезно. В нашей власти было только стопорить машины и колесо с ужасающим грохотом ползло по бревну. А пароход давал такой крен, что у пассажиров душа уходила в пятки. Иногда мы с треском наталкивались на такое затонувшее бревно, наталкивались на полном ходу, с самой серединой днища. И пароход так трещал, что казалось, будто мы сшиблись целым материком. Иногда бревно останавливалось прямо перед нами, загораживая от нас Миссисипи чуть ли не на всю ее ширину. Тогда приходилось спускаться на всяческие выкрутасы, чтобы миновать препятствия. Часто мы натыкались в темноте на белые бревна, так как не видели их до самого столкновения. Черное бревно ночью гораздо заметнее, а белая коряга — коварная вещь, когда стемнеет. Конечно, в связи с подъемом воды вниз по течению пошла целая туча всяких плотов с верховьев Миссисипи. Двинулись угольные баржи из Питтсбурга, маленькие грузовые шаланды отовсюду и широконосые плоскодонки из какого-нибудь чудесного городка в Индиане, груженные мебелью и фруктами, как обычно обозначалось, хотя на обыкновенном языке этот великолепный груз называется попросту ободьями и тыквами. Лоцманы смертельно ненавидели эти суденышки, а те, в свою очередь, платили им сфторицей. Закон требовал, чтобы на всех этих беспомощных лодчонках ночью горел сигнальный огонь. Однако закон этот часто нарушался. В темную ночь такой огонь внезапно выныривал уже под самым нашим носом, и отчаянный голос Гнусава вопил. — Что за черт? Куда тебя несет? Он слеп ты, что ли? Что тебе разразило, сопляк, вор овечий, одноглазый ублюдок обезьяньего чучела? И на секунду, когда мы проносились мимо, в красном отблеске наших топок, точно при вспышке молнии, появлялись плоскодонка и фигура жестикулирующего оратора. А пока наши кочегары и матросы обменивались с ним бурной и смачной руганью, одно из наших колес с треском уносило обломки чужого рулевого весла, после чего нас снова обступал густой мрак. И уж этот лодочник обязательно отправлялся в Новый Орлеан и подавал на нас в суд, причем клялся и божился, что фонарь у него горел все время, тогда как на самом деле его ребята снесли фонарь вниз, в каюту, где они пели, врали, пили и играли в карты, в то время как вахта на палубе вообще отсутствовала. Однажды ночью в узкой, окаймленной лесами протоке за островом, где по образному выражению лоцмана было темно, как у коровы в кишках, мы чуть было не слопали целое семейство из этого чудесного городка с их фруктами, мебелью и вообще со всеми потрохами. Кто-то из них играл внизу на скрипке, и мы услышали звуки музыки как раз вовремя, так что успели сделать крутой поворот, не нанеся им, к сожалению, серьезных повреждений, хотя мы прошли так близко, что одно мгновение крепко на это надеялись. Люди эти, конечно, вынесли тогда свой фонарь наверх, и в то время как мы давали задний ход, под фонарем столпилась вся драгоценная семейка, лица обоего пола и всех возрастов. Крыли они нас вовсю. А был и такой случай. Хозяин угольной баржи влепил пулю в нашу лоцманскую рубку, когда мы в очень узкой протоке захватили на память его рулевое весло. Во время большого подъема воды эти мелкие суда нестерпимо нам мешали. Мы проходили одну протоку за другой, и для меня раскрывался новый мир. Но если только в протоке встречалось особенно узкое место, мы там непременно наскакивали на мелкое судно. А если его там не оказывалось, мы сталкивались с ним в еще худшем месте, то есть при выходе из протоки, в самом мелководье. И тут уж не было конца обмена любезностями, в высшей степени двусмысленными. Иногда, когда мы посреди Миссисипи осторожно нащупывали дорогу сквозь туман, глубокая тишина вдруг нарушалась дикими криками и грохотом жестяных сковород, а через мгновение вблизи от нас смутно вырисовывался сквозь серую мглу бревенчатый плод. Тут уж было не до перебранки. Отчаянно звоня, мы на всех парах убирались подальше. Как правило, пароходам не полагается, если только есть на то возможность, стукаться ни о скалы, ни о крепко сколоченные плоты. Вам, пожалуй, покажется невероятным, что многие пароходные служащие возили с собой в те давно ушедшие дни речной навигации изрядный набор религиозных брошюр. Но это правда. Раз двадцать на дню, когда мы с трудом переваливали через перекат, эти мелкие жулики-суденышки собирались в излучинах в милях вдвух впереди нас. Спущенный с одного из них небольшой ялик, крепко работая веслами, с трудом добирался до нас через водную пустыню. Гребцы разом подымали весла под нашим ютом и, запыхавшись, орали «Дайте газету!» в то время как ялик тянуло под корму. Второй помощник выбрасывал пачку новоорлеанских газет. Если их подбирали без всяких комментариев, то сразу можно было заметить, что к нам приближается еще около дюшины яликов. Вы понимаете, они ждали, что дадут первому ялику, а поскольку оттуда не слышали никаких замечаний, все сразу налегали на весла и шли к нам. И по мере того, как они подходили, второй помощник сбрасывал им аккуратные стопки религиозных брошюр, привязанных к дощечкам. Просто трудно себе представить, чтобы 12 пакетов религиозной литературы, беспристрастно разделенных между 12 командами гребцов, которые из-за них гнали лодку по жаре целых 2 мили, могли вызвать такое невероятное количество рогани. Как я уже говорил, большой подъем воды показал мне новый мир. Когда река выступила из берегов, мы забросили наши старые маршруты и ежечасно проходили над мелями, прежде выдававшимися футов на 10 над водой. Мы вплотную срезали самые корявые берега, как, например, берег у Мадридской заводи, которого раньше всегда избегали. Мы громыхали сквозь протоки вроде 82-й, где устье всегда представляло сплошную стену сплавного леса. И вот уже оказывались поблизости от нужного нам места. Некоторые из проток были совершенно пустынны. Густой, девственный лес нависал над обоими берегами извилистого, узкого рукава, и казалось, что тут никогда раньше не ступала человеческая нога. Качались плети дикого винограда, зеленые лужайки и поляны мелькали мимо нас, цветущие ползучие растения шевелили красными цветами на вершинах высохших стволов. И все щедрое богатство леса зря пропадало в этом безлюдье. В таких протоках чудесно вести пароход. Они глубокие, если не считать устья, и течение в них слабое. Вода у мысов абсолютно неподвижна, а скрытые берега так отвесны, что там, где сплошно висает нежная зелень ив, борты парохода словно погружаются в нее, и ты как будто летишь по воздуху. За некоторыми островами нам попадались жалкие маленькие фермы и еще более жалкие бревенчатые хижинки, хлипкие изгороди из жердей торчали на фут или два над водой, а на верхней перекладине сидели, как на насесте, один или два местных обитателя, обтрепанные, дрожащие от лихорадки, желтолицые и несчастные существа мужского пола, локти на коленях, подбородки в ладонях. Они жевали табак и сквозь редкие зубы обстреливали плевками плывущие мимо щепки. А остальное семейство в это время ютилось вместе с немногочисленной живностью на пустой плоскодонной барже, тут же пришвартованной. На ней придется им стряпать, есть и спать в течение немалого количества дней, а может быть и недель, пока река не спадет на два-три фута и не позволит им вернуться в их бревенчатую хижину, к их вечной лихорадке. Очевидно, милосердное проведение послало им лихорадку, чтобы они могли хотя бы трястись в ознобе, не трогая с места. Все-таки мацион. Такой своеобразный пикник на воде природа устраивала им дважды в год, во время декабрьского подъема воды на Огайо и июньского на Миссисипи. И все же это были благотворные перемены, потому что они давали этим несчастным возможность время от времени воскресать и наблюдать жизнь, когда проходил пароход. И они ценили этот дар небес, и, широко разинув рот и раскрыв глаза, старались не упустить ничего в эти исключительные часы. Но непонятно, что они делали, чтобы не умереть с тоски, когда вода спадала. Однажды в одной из этих красивых проток путь нам преградило большое упавшее дерево. Это показывает, насколько узки бывают иные протоки. Пассажиры целый час разгуливали в девственной чаще, пока матросы не срубили этот мост. Вы сами понимаете, что повернуть назад было немыслимо. От Каира до Батон-Ружа, когда река выходит из берегов, идти ночью не слишком сложно, потому что тысячемильная стена густого леса, ограждающая оба берега, лишь изредка прерывается какой-нибудь фермой или лесным складом, так что из реки выскочить не легче, чем из огороженного переулка. Но от Батон-Ружа до Нового Орлеана дело обстоит иначе. Река там больше, чем в милю шириной и очень глубока, местами доходит до двухсот футов. Оба берега миль наста, а то и больше, лишены своего лесистого покрова и заняты сахарными плантациями. И лишь кое-где стоит одинокий тополь или группа живописных ясеней. Лес вырублен до самого кухня самого сатаны. Здесь, в нижнем течении, оба берега Миссисипи ограждает насыпь высшиной в 10-15 футов. И эта насыпь отступает от берега где на 10, а где и на 100 футов, смотря по обстоятельствам, скажем, в среднем футов на 30-40. Представь себе теперь всю эту местность, наполненной непроницаемым дымным мраком от горящих на протяжении ста миль куч Багаса, в то время как река вышла из берегов и пусти по ней пароход в полночь. Вряд ли он будет чувствовать себя хорошо. И, кстати, посмотри, какое у тебя самого будет при этом самочувствие. Ты окажешься посреди необъятного мутного моря. У него нет берегов. Оно расплывается, сливаясь с туманными далями, потому что разглядеть тонкий гребень-насыпи совершенно невозможно, и тебе постоянно будут мерещиться одинокие деревья там, где их нет. В дыму меняются очертания самих плантаций, и они кажутся частью этого моря. И всю вахту тебя терзает утонченная пытка. Надеешься, что идешь с середины реки, а наверняка не знаешь. Единственное, в чем можешь быть уверенным, это то, что в момент, когда кажется будто держишься в доброй полумиле от берега, этот берег и вместе с ним гибель находится, быть может, в шести футах от парохода. И еще можно быть уверенным, что если уж налетишь на берег и свернешь обе трубы, то можешь утешаться тем, что этого именно ты и ожидал. Один из больших виксбергских пакетботов однажды ночью в такую погоду врезался в сахарную плантацию и застрял там на целую неделю. Но ничего особо оригинального в этом не было. Такие вещи случались и раньше. Я уже думал, что закончил эту главу, но хочется мне добавить к ней еще одну любопытную историю, благо она вспомнилась. Она не имеет к моему рассказу никакого отношения, кроме того, что связано с лоцманским делом. Когда-то на реке работал прекрасный лоцман мистер Ха. Он был лунатик. Рассказывали, что если его тревожил какой-нибудь скверный участок реки, он обязательно вставал во сне, ходил и проделывал всякие странные вещи. Однажды он в продолжении одного или двух рейсов шел напарником с лоцманом Джорджем И. на большом новоорлеанском пассажирском пароходе. В начале первого рейса Джордж довольно долго тревожился. Ему было не по себе, но постепенно он успокоился, так как мистер Ха по ночам не вставал, а спокойно спал в своей постели. Однажды поздно ночью пароход подходил к Хеллене, в штат Арканзас. Вода стояла низко, а фарватер у этого города один из самых запутанных и неясных. Ха проделал этот переход позже И. А так как ночь была на редкость ненастна, угрюмая темна, И. уже стал раздумывать, не лучше ли ему вызвать Ха на помощь. Как вдруг дверь открылась и Ха вошел. Надо заметить, что в очень темные ночи свет смертельный враг лоцмана. Вы верно обращали внимание, что когда стоишь в темную ночь в освещенной комнате и смотришь из нее, нельзя на улице разобрать ни одного контура. Но если потушить свет и остаться в темноте, предметы на улице выступают довольно ясно. Поэтому в очень темные ночи лоцманы даже не курят. Они не позволяют топить печь лоцманской рубки, если там есть щель, через которую может проникнуть хоть малейший луч света. Они заставляют завешивать топки огромными брезентами и плотно задраивать световые люки. Тогда пароход никакого света не дает. Неясная фигура, появившаяся в рубке, заговорила голосом мистера Ха. Он произнес. — Давай я поведу, Джордж. Я проходил в этом месте после тебя. Оно до того запутано, что, по-моему, мне легче будет вести самому, чем давать тебе советы. — Вот за это спасибо. Клянусь, я с удовольствием уступлю тебе место. Я тут потом и зашел, бегая вокруг штурвала, как белка в колесе. Так темно, что не разобрать, в какую сторону пароход идет, пока он волчком не завертится. И опустился на скамью, тяжело дыша и отдуваясь. Черный призрак молча взял штурвал, выровнял вальсировавший пароход при помощи одного-двух поворотов и спокойно застыл у штурвала, легонько направляя судно то в одну, то в другую сторону, так плавно, так мягко, словно вел судно в ясный день. Когда И увидел это чудо управления, он мысленно пожалел, что признался в своей беспомощности. Он только смотрел, изумлялся и, наконец, произнес «Да, а я-то думал, что умею везти пароход. Как видно, ошибался». Ха ничего не ответил и безмятежно продолжал работу. Он дал звонок Лотовому, дал сигнал спустить пары. Он вел пароход осторожно и тщательно по невидимым вехам, а потом в студию штурвала вперял взгляд в темноту и озирался по сторонам, чтобы проверить положение. Когда Лот стал показывать все более мелкую воду, он совершенно остановил машины и наступило мертвое молчание и напряженное ожидание, как всегда, когда машины не работали. Подойдя к самому мелководью, он велел снова поднять пар, великолепно провел судно и снова стал осторожно вести его между другими мелями. Тоже терпеливое, заботливое измерение глубин, тоже внимательное использование машин, и пароход проскользнул, не коснувшись дна, и вступил в последнюю, самую трудную треть фарватера. Он незаметно продвигался во мраке, дюйм за дюймом, проползая над мелями, медленно шел по инерции, пока, судя по выкрику Лотового, не приблизился к самому мелкому месту, и затем с невероятным напором пара проскочил через мель и оказался в глубокой воде и в безопасности. И ждал, затаив дыхание, а тут бесшумно и облегченно вздохнул и сказал, «Такого лоцманского искусства на Миссисипи еще свет не видал. Я бы не поверил, если бы сам не присутствовал». Ответа не последовало, и он добавил, «Подержи-ка, штурвал еще пять минут, друг, дай мне сбегать вниз проглотить чашку кофе». Через минуту и в буфете запускал зубы в пирог и подкреплялся кофе. Как раз в это время ночной вахтенный был там же и уже собирался выйти, когда вдруг заметил «и» и вскрикнул, «А кто же у руля, сэр?» «Ха!» «Бегите в рубку, молниеносно!» В следующее мгновение оба они мчались вверх по лестнице в рубку, прыгая через три ступеньки. Там не было никого. Огромный пароход летел по реке, предоставленный собственной воле. Вахтенный снова выскочил из рубки, а «и» схватил штурвал, подал вниз сигнал задний ход и не дышал, пока пароход не отвернулся, довольно таки неохотно от мели, которую он как раз собирался стукнуть так, чтобы она вылетела на середину Мексиканского залива. Наконец вернулся вахтенный и спросил, «Да разве этот лунатик не сказал вам, что он спит?» «Нет». «Ну вот, а он спал. Я увидел, что он идет в поверхней перекладине поручней, так же непринужденно, как другие ходят по мостовой, и я уложил его в кровать, и вот только что он опять был здесь и снова вытворял черт знает что, как ни в чем не бывало». «Ладно, в следующий раз, когда у него будет припадок, я, пожалуй, не отойду от него, но надеюсь, что они часто будут повторяться. Вы бы только посмотрели, как он провел судно у Хелены. Я никогда в жизни не видел ничего лучше. А если он может быть таким золотым, таким бриллиантовым, таким бесценным лоцманом, когда крепко спит, чего бы он только не сделал, будь он мертвецом». Глава пятая. Промеры. Что нужно лоцману? Когда уровень реки очень низок, и пароход загружен на полную осадку, чуть ли не касаясь дна реки, а это часто случалось в старину, надо быть страшно осторожным при проводке. Нам приходилось промерять огромное количество особо скверных мест почти в каждый рейс, когда уровень воды был очень невысок. Промеры делают так. Пароход отходит от берега, как раз не доходя мелководья. Свободный лоцман берет своего щенка, подручного или рулевого, и отборную команду, а иногда и старшего помощника. садится в ялик, если только у парохода нет такой роскоши, как специально оборудованный вильбот для промеров, и отправляется искать наилучший фарватер. А лоцман, находящийся на вахте, следит в подзорную трубу за его передвижением, иногда помогая сигнальными гудками парохода, обозначающими «Ищи выше», «Ищи ниже», потому что поверхность воды, как и картина, написанная маслом, гораздо яснее и понятнее, если рассматривать ее с некоторого расстояния, а не вплотную. Однако сигнальные гудки редко бывают нужны. Пожалуй, что и никогда. За исключением тех случаев, когда ветер мешает разглядеть на водной поверхности рябь, по которой можно многое узнать, когда ялик доходит до мелкого места, ход убавляют, лоцман начинает промерять глубину шестом в 10-12 футов длиной, а рулевой слушает команду «Держи наш штирборд, лечь на бакборд, так держать». Когда промеры указывают, что ялик дошел до самого мелкого места, подается команда «Суши весла». Гребцы перестают грести и ялик идет по течению. Следующая команда «Готовь в буйок!» В тот момент, когда проходит самое мелкое место, лоцман отдает приказ «Пошел буй!» и буй летит через борт. Если лоцман недоволен, он снова промеряет это место, если он находит лучшее место выше или ниже, он переносит буй туда. И когда он наконец удовлетворен, он отдает команду, и все гребцы вертикально подымают весла, трель пароходного свиска дает знать, что сигнал замечен, тогда гребцы налегают на весла и ставят лодку рядом с буем. Пароход осторожно ползет прямо на буй, собирает силы для предстоящей борьбы, в критический момент сразу дает полный пар, скрипя и качаясь, идет мимо буя через песок и выходит на глубокую воду, а иногда и не выходит, иногда он садится и сидит, тогда приходится тратить несколько часов или дней, чтобы сняться с мели. Иногда буй вообще не ставится, и ялик плывет впереди, выбирая лучший фарватер, а пароход идет за ним следом. Промеры часто дело веселое и волнующее, особенно в хороший летний день или бурную ночь, зато зимой холод и опасность портят всю прелесть этой работы. Буй представляет собой обыкновенную доску в 4-5 футов длиной, с отогнутым вверх концом он похож на перевернутую школьную скамью, у которой убрана одна подставка, а другая осталась. Буй устанавливается на самом мелком месте при помощи веревки, к концу которой привязан тяжелый камень. Если бы не загнутый кверху конец, течение затягивало бы его под воду. Ночью бумажный фонарик со свечой внутри прикрепляется к верхушке буя, и можно видеть за милю, а то и дальше, как мерцает маленькая искорка в пустынном мраке. Ничто не доставляет такой радости щенку, ученику, как возможность выйти на промеры. Это похоже на настоящее приключение и часто даже связано с опасностью. Но это выглядит так шикарно, так мужественно, когда сидишь на руле и правишь быстрым яликом, так прекрасны стремительные взлеты лодки, когда команда старых опытных гребцов всю душу вкладывает во взмахи весел. Чудесно смотреть, как белая пена расходится из-под форштевня и музыкой звучит журчание воды. Восхитительно весело летом лететь по свежей водной глади, когда вереницы крохотных волн пляшут на солнце. А какую гордость чувствует щенок, когда ему удается командовать. Часто лодсман просто говорит «Дать ход» и предоставляет остальную ученику. И уж тот подает команду самым суровым голосом «Эй, табань, левон на борт, навались левая, веселей, ребята». И еще по одной причине любит ученик ходить на промеры. Пассажиры глядят на вельбот со всепоглощающим интересом, если дело происходит днем. А ночью они так же внимательно следят, как фонарь вельбота скользит в темноте и исчезает вдали. В один из рейсов хорошенькая девушка лет шестнадцати проводила все время в нашей рудке и с утра до вечера просиживала у нас вместе с дядей и теткой. Я в нее влюбился. Влюбился и Том, щенок мистера Т. Мы с Томом до тех пор были закадычными друзьями, но тут в наши отношения вкрался холодок. Я рассказывал девушке всякие свои приключения на реке и рисовал себя чуть ли не героем. Том тоже старался изобразить из себя героя, и ему это до известной степени удавалось. Но у него была привычка все страшно приукрашивать. Однако добродетель всегда вознаграждается, и поэтому я в этом состязании был хоть чуточку да впереди. И тут как раз подвернулся случай, суливший мне славу. Лоцманы решили проверить фарватер у протоки 21. Это должно было произойти часов в 9-10 вечера, когда пассажиры еще не ложатся спать. На вахте стоял мистер Т., поэтому на промер шел мой начальник. У нас был очаровательный вельбот, длинный, стройный, грациозный, быстрый, как борзая. Его скамьи были обиты мягким, двенадцать гребцов сидели на веслах, одного из помощников всегда посылали на нем передавать приказания команде. На нашем пароходе любили, чтобы все было по форме. Мы отошли у берега ниже протоки 21 и стали готовиться. Ночь была скверная, и река в этом месте была так широка, что непривычному глазу сухопутной крысы не удалось бы различить в таком тумане противоположный берег. Пассажиры были оживлены и заинтересованы. Словом, все складывалось как нельзя лучше. Когда я, торопясь, проходил через машинное отделение, живописно облаченный в штормовую робу, я встретил Тома и не смог удержаться от гаденького замечания. Наверное, рад, что не тебе сейчас выходить. Том уже прошел, но тут повернулся и сказал, вот за это ступай сам за фудштоком. Я как раз собирался принести его, но теперь ты хоть провались ко всем чертям, а я не пойду. А кто тебя просит? Я, что ли? Фудшток уже в лодке. Нет его там, его перекрашивали, и он дня два как сохнет над дамской каютой. Я полетел назад и только подбежал в группе оживленных любопытных дам, как услышал команду. Отваливай! Я обернулся и увидел, что красивый вильбот идет полным ходом и бессовестный Том уже сидит на руле, а мой начальник рядом с тем фудштоком, за которым я как дурак бегал. И тут молоденькая девушка говорит мне, «Ах, как страшно плыть на такой маленькой лодке в такую ночь! Как вы думаете, это очень опасно?» «Лучше бы меня пронзили кинжалом! Злой как собака я ушел помогать в лоцманской рубке!» Постепенно огонек лодки стал исчезать, а через некоторое время крохотная искорка замерцала на поверхности реки в миле от нас. Мистер Т дал свисток, оповещая, что он видит буй. Вывел пароход и пошел на искорку. Мы шли полным ходом, потом стравили пар и осторожно стали скользить по направлению к огоньку. Вдруг мистер Т воскликнул «Ого! Фонарь на буйке погас!» Он звонком остановил машину, через несколько минут он сказал «Что такое? Вон он снова!» И опять позвонив он дал сигнал лотовым. Понемногу вода стала мельчать, потом снова глубоко. Мистер Т проворчал «Ни черта не понимаю! Похоже, что буй оторвался! Что-то уж слишком он ушел влево! Но ничего, все-таки спокойней всего идти на него!» И вот в непроницаемой тьме мы поползли на этот свет. И в тот момент, когда наш форштевень навис над огоньком, мистер Т схватив сигнальные тросы, затрезвонил изо всех сил и крикнул «Клянусь, это наш вельбот!» Волнение, крики, потом тишина. И вдруг страшный скрип и треск. «Пропали!» крикнул мистер «Колесо измололо вельбот!» «В щепки!» «Скорее беги! Смотри, кого убило!» В мгновение ока я был на верхней палубе. Мой начальник, третий помощник, и почти все люди были целы. Они заметили опасность, когда уже нельзя было свернуть с пути. И поэтому к моменту, когда большие кожухи колес нависли над ними, они сумели подготовиться и знали, что делать. По команде моего начальника они в этот миг прыгнули, ухватились за кожухи и были втащены на палубу. В следующую минуту вельбот отлетел к колесу, и оно разнесло его в дребезги. Двух матросов и Тома не доставало. Эта новость молниеносно разнеслась по пароходу. Пассажиры столпились на шкафути. И дамы, бледные, с ужасом в глазах, говорили дрожащими голосами о страшной катастрофе. И каждую минуту я слышал «Бедные люди! Бедный! Бедный мальчик!» Ялик с гребцами был к тому времени уже спущен и ушел на поиски. Вдруг слева послышался слабый крик, а Ялик исчез, повернув в обратную сторону. Половина людей бросилась к левому борту, чтобы подбодрить плывущего, другая к правому, чтобы звать Ялик обратно. Судя по голосу, пловец приближался к пароходу, но кому-то показалось, что голос его слабел и слабел. Все столпились у поручни нижней палубы и, наклонившись, старались разглядеть что-нибудь в темноте. При каждом слабеющем крики слышались невольные возгласы. Ах, несчастный, бедняка, неужели нельзя спасти его? Но голос звучал все ближе и вдруг храбро крикнул. Я доплыву, давайте конец! Какое громовое ура встретило эти слова! Старший помощник, освещенный факелами, встал со свернутым концом у борта и команда окружила его. Через миг в круге света показалось лицо пловца. А еще через миг сам он был втянут на борт, мокрый и обессиленный под несмолкаемое ура! Это был чертов том! Команда Ялика все кругом обыскала и не нашла даже следов двоих матросов. Очевидно, им просто не удалось схватиться за кожух, они упали назад и ударом колеса их убило на месте. А том даже не прыгнул на кожух, он прямо бросился вниз головы в реку и нырнул под колесо. Это были сущие пустяки, я мог бы легко проделать то же самое, я так заявил. Но никто не обратил внимания на мои слова. И вокруг этого осла поднялась такая суматоха, будто он и в самом деле совершил что-то великое. Девчонка в течение всего рейса не могла налюбоваться на своего жалкого героя. Мне то, конечно, было наплевать, я ее давно возненавидел. А вот каким образом мы спутали фонарь вильбота с фонариком буйка. Мой начальник рассказывал, что после того, как буй был установлен, он отошел и следил за ним, пока ему не показалось, что тот стоит крепко. Тогда он остановился ярдов на сто ниже буйка, в стороне от курса, по которому должен был идти пароход, и, развернув вильбот вверх по течению, стал ждать. Ждать пришлось порядочно. Он разговаривался со старшим помощником. Когда ему показалось, что пароходу пора уже быть на перекате, он посмотрел вперед и увидел, что буйка нет. Но, предположив, что пароход уже прошел, продолжал разговаривать. Потом заметил, что пароход идет прямо на вильбот. Но так и должно было быть. Пароход должен был подойти совсем близко, чтобы было удобнее взять его на борт. начальник полагал до самого последнего момента, что судно застопорит ход, и вдруг понял, что пароход идет на них, принимая их фонарь за огонек буйка. Тогда он скомандовал. «К прыжку на кожух, приготовьсь!» и в следующее мгновение они прыгнули. Но я отвлекся от того, о чем собрался писать. А я хотел еще полнее, чем в предыдущих главах, рассказать об особых требованиях лоцманской науки. Прежде всего, есть одна способность, которую лоцман должен в себе непрестанно воспитывать, пока она не достигнет абсолютного совершенства. Да, именно совершенства. Эта способность память он не должен допускать, чтобы ему казалось то или иное. Он все должен знать наверняка, потому что судовождение одна из точнейших наук. С каким презрением смотрели в те времена на лоцмана, который решался употреблять в разговоре неубедительное «Я полагаю», вместо безапелляционного «Я знаю». Нелегко себе представить, какое это огромное дело знать каждую пустячную мелочь на протяжении всех тысяча двухсот миль реки и знать с абсолютной точностью. Если вы выберете самую длинную улицу в Нью-Йорке и исходите ее вдоль и поперек, терпеливо запоминая все ее приметы, и будете знать наизусть каждый дом, окно, дверь, фонарный столб, вывеску, словом, все до последней мелочи. Если вы будете знать все это так точно, чтобы сразу сказать, что перед вами, когда вас наугад поставят где-нибудь посреди этой улицы в чернильно-темную ночь, то вы сможете составить себе некоторое представление о количестве и точности сведений, которые накопил лоцман, держащий в памяти всю реку Миссисипи. А если вы, продолжая знакомиться с улицей, изучите каждый перекресток, вид, размер и расположение каждой тумбы на перекрестках этой улицы, изучите, сколько бывает грязи, когда и какой глубины в разнообразнейших местах этой улицы, вы составите себе представление о том, что должен знать лоцман, чтобы везти пароход по Миссисипи без аварий. А потом, если вы займетесь хотя бы половиной всех вывесок на этой улице и ежемесячно перемещая их, все-таки ухитритесь узнавать их на новом месте в темные ночи, всегда следя за этими изменениями и не делая ошибок, вы поймете, какой безукоризненной памяти требует от лоцмана коварная Миссисипи. Я считаю, что память лоцмана одно из самых изумительных явлений на свете. Знать на память ветхий и новый завет и уметь без запинки читать их наизусть с начала до конца или с конца до начала или же с любого места книги процитировать наизусть вперед и назад любой стих и ни разу не сбиться и не сделать ошибки, это не такой уж фантастический запас знаний, не такая уж необычайная виртуозность по сравнению с запасом знаний лоцмана и с его виртуозной способностью маневрировать ими. Я нарочно привожу такое сравнение и считаю, что ничуть не преувеличиваю. Многие скажут, что сравнение взято слишком сильное. Многие, но только не лоцманы. А как легко, как непринужденно работает память лоцмана, как спокойно и без напряжения, как бессознательно пополняет она обширные склады сведений час за часом изо дня в день и никогда ничего не теряет, ничего не выбрасывает из этого ценного запаса. Возьмем пример. Пусть лоцмана и кричит «Два с половиной! Два с половиной! Два с половиной!» пока эти возгласы не станут монотонными, как тиканье часов. Пусть в это время идет разговор и лоцман принимает в нем участие и сознательно уже не слушает лоцмана. Лоцмана и посреди бесконечных выкриков «Два с половиной!» Лотовый хотя бы раз, ничуть не повышая голоса, крикнет «Два с четвертью!» и снова затвердит свои «Два с половиной!» Как раньше. Через две-три недели лоцман точно опишет вам, какое положение пароход занимал на реке, когда крикнули «Два с четвертью!» и даст вам такое количество опознавательных знаков и прямо по носу, и по корне, и по бортам, что вы указанное место. Выкрик «Два с четвертью!» Совершенно не отвлек его мысли от разговора, но его натренированная память мгновенно запечатлела все направления, отметила изменения глубины и усвоила все важнейшие детали для будущих справок совершенно без участия его сознания. Если бы вышли с товарищем и разговаривали, а другой в это время иди рядом, повторял бы без конца монотонно звук «А!» квартала два подряд, а потом вдруг вставил бы «Р!» Вот так. «О!» 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 «Р!» «О!» «О!» И так дальше. И на «Р!» не сделал бы никакого ударения. Вы бы, конечно, не смогли бы через 2-3 недели вспомнить, что он произнес «Р!» И не смогли бы рассказать, мимо каких предметов вы проходили, когда он произнес это «Р!» но вы бы могли это сделать, если бы терпеливо и тщательно упражняли свою память так, чтобы это делалось автоматически. Наделите человека достаточно хорошей памятью, и лоцманское дело разовьет ее до совершенно колоссальных размеров, но только в той области, в которой она ежедневно тренируется. Придет время, когда человек невольно будет замечать приметы и промеры, а его память удерживать все замеченное как в тисках. Но спросите этого самого человека днем, что он ел за завтраком, и 10 шансов против одного, что он не сможет вам ответить. Удивительные вещи можно сделать с человеческой памятью, если посвятить ее одной какой-нибудь отрасли. В те дни, когда на Миссури высоко поднялись оклады, мой начальник, мистер Б, отправился туда и изучил этот тысячемильный поток с такой легкостью и быстротой, что просто поразительно. Ему стоило только посмотреть каждый перегон один раз днем и один раз ночью, и его подготовка оказалась настолько законченной, что он получил свидетельство дневного лоцмана. Еще через несколько рейсов он получил уже свидетельство полноправного лоцмана, стал водить пароходы и днем, и ночью, и был при этом лоцманом первого класса. Мистер Б временно устроил меня рулевым к одному лоцману, чья необыкновенная память была для меня предметом постоянного изумления. Но память его была врожденной, а не натренированной. Кто-нибудь, например, упомянит чье-либо имя, и немедленно вмешивается мистер Дж. О, я его знал. Такой ржеволосый малый с бледным лицом и с маленьким шрамом на шее, похожим на занозу. Он всего шесть месяцев служил на юге. Это было тринадцать лет назад, я с ним плавал. В верховьях вода стояла на уровне пяти футов, Генри Блэк сел на милю Тауэровского острова, потому что имел осадку четыре с половиной. Джордж Эллиот сломал руль на затонувший Санфлауэр. Как? Да ведь Санфлауэр затонул только... Я-то знаю, когда он затонул. Ровно на три года раньше второго декабря. Эза Гарди был капитаном, а его брат Джон помощником. То был первый его рейс на этом судне. Том Джонс рассказывал мне про всю эту неделю спустя в Новом Орлеане. Он был старшим помощником на Санфлауэре. Капитан Гарди ранил гвоздем ногу 6 июля следующего года и 15 умер от столбняка. А брат его, Джон, умер через два года, 3 марта, от рожек. Я этих Гарди не видел никогда. Они плавали на реке Олегани. Но те, кто их знал, рассказывали мне их историю. Говорили, что этот капитан Гарди и зиму, и лето носил бумажные носки. Первую его жену звали Джейнхшук. Она была родом из Новой Англии, а вторая умерла в сумасшедшем доме. У нее безумие было наследственное. Сама она была урожденная Хортон из Лексингтона, штат Кентукки. И вот так часами этот человек работал языком. Он не способен был забыть хоть что-нибудь. Это было для него просто невозможно. Самые ничтожные мелочи хранились в его мозгу в течение события. У него была не только лоцманская память. Она охватывала все на свете. Если он начинал рассказывать о пустячном письме, полученном семь лет назад, вы могли быть уверены, что он процитирует его целиком на память. После чего, не замечая, что он втлоняется от основной темы разговора, он почти всегда мимоходом вдавался в длиннейший и подробнейший пересказ с биографией лица, писавшего это письмо. И вам положительно везло, если он не вспоминал по очереди всех родственников писавшего и не излагал кстати и их биографии. Такая память великое несчастье. Для нее все события имеют одинаковую ценность. Человек, обладающий такой памятью, не может отличить интересного факта от неинтересного. Повествуя о чем-нибудь, он обязательно загромождает свой рассказ скучными подробностями и невыносимо всем надоедает. Больше того, он не может держаться одной темы, он подхватывает каждое зернышко из тех, что рассыпает перед ним память, и таким образом отклоняется в сторону. Мистер Джи собирался, например, самым честным образом рассказать ужасно смешное анекдот о собаке. Его самого до того душил смех, что он едва мог говорить. Потом он начинал вспоминать родословную собаке и ее внешний вид, погружался в биографию ее хозяина и всего его семейства с описанием всех свадеб и похорон, происходивших в этой семье, причем сопровождал свои воспоминания декламации поздравительных и траурных стихов каждому случаю написанных. Потом его память подсказывала ему, что одно из этих событий случилось в ту знаменитую лютую зиму в таком-то и таком-то году исследовало подробнейшее описание этой зимы с перечислением всех людей в эту зиму замерзших и со статистическими данными о ценах на свинину и сена, которые тогда так поднялись. Свинина и сена влекли за собой воспоминания о ржи и о все, рожь и овес о коровах и лошадях. Коровы и лошади напоминали ему о цирке и некоторых знаменитых наездниках. Переход от цирка к зверинцу был прост и естественен, от слона до центральной Африки был только шаг, тут, разумеется, дикари-язычники напоминали о религии, и через три-четыре часа скучнейшей жвачки вахта сменялась, и джи уходил из рубки, бормоча отрывки из проповедей, которые когда-то слышал о молитве как о пути к благодати. Словом, этим первым упоминанием о собаке ограничивалось все, что узнавали о ней слушатели после долгого ожидания и томления. Лоцман должен обладать хорошей памятью, но вот еще два качества даже более высокого порядка, которые он также должен иметь. Он должен быстро соображать, быстро принимать решения и проявлять хладнокровную, спокойную отвагу, непоколебимую при любых опасностях. Если у человека для начала есть хоть капля храбрости, он, став лоцманом, не будет теряться ни при каком бедствии, угрожающем его судну. С сообразительностью дело обстоит, однако, не так просто. Сообразительность зависит от ума, и у человека должен быть основательный запас его, или же он никогда не станет хорошим лоцманом. В штурвальной смелость неуклонно возрастает, однако, необходимой высокой степени она достигает лишь после того, как молодой лоцман простоит свою собственную вахту, один, под тяжким бременем всей ответственности на лоцмане лежащий. Когда ученик как следует полностью изучил реку, он так бесстрашно обращается со своим пароходом и ночью и днем, что начинает воображать, будто это его собственная смелость так его вдохновляет. Но в первый же раз, когда лоцман уходит и предоставляет ученика самому себе, тот видит, что все дело было в смелости лоцмана. Он внезапно понимает, что у него самого этой смелости и в помине нет. Вся река тотчас начинает кишеть неожиданностями. Он не подготовлен к ним, он не знает, как с ними справиться, все его знания оставляют его, и через пятнадцать минут он бледен, как полотно, и напуган до смерти. Поэтому лоцманы при помощи разных стратегических уловок очень предусмотрительно приучают своих щенков спокойно смотреть опасности в глаза. Их любимый способ подружески разыграть кандидата в лоцманы. Мистер Б однажды тоже удружил мне таким образом. И еще много лет спустя я даже во сне краснел, вспоминая об этом. Я уже стал хорошим рулевым, настолько хорошим, что мне приходилось выполнять всю работу на нашей вахте и ночью и днем. Мистер Б редко давал мне указания, все, что он делал, это брал иногда штурвал в особенно скверные ночи или на особенно скверных перегонах и вел судно к берегу, когда это было нужно. Девять же десятых всего времени разыгрывал на вахте барина и получал жалованьи. В низовьях реки вода стояла совсем высоко, и если бы кто-нибудь усомнился в моей способности пройти любой поворот между Каиром и Новым Орлеаном самостоятельно и без инструкций, я бы смертельно обиделся. Мысль о том, что можно испугаться какого-нибудь поворота днем, казалось попросту нелепой и даже недостойной обсуждения. И вот однажды, великолепный летний день, я обходил излучину повыше острова шестьдесят шесть, преисполненной самоуверенности и поглядывая на все свысока, словно жираф. Тут-то мистер Бэй сказал, «Я спущусь вниз на минутку. Надеюсь, ты знаешь следующий поворот?» Это было почти равносильно оскорблению. Следующий поворот был одним из самых простых и легких на всей реке. Идти по нему правильно или неправильно все равно никакой беды от этого не будет. Что же до глубины? Так там она просто бездонная. Я знал все это прекрасно. Знаю ли я, да я пройду с закрытыми глазами. А какая там глубина? Право, это странный вопрос. По-моему, там и церковной колокольни до дна не достанешь. Ага, ты так полагаешь, да? Сам этот тон этого вопроса поколебал мою уверенность. Этого мистер Б и хотел. Он ушел, не сказав больше ни слова. Я стал воображать всякие несуразности. А мистер Б, конечно, без моего ведома, послал кого-то на ют с таинственными поручениями к лотовым. Другого посланца отправил шепнуть что-то капитану и помощником, а потом пришел и спрятался за трубой, откуда мог наблюдать за результатами. Сначала на мостик вышел капитан, потом появился старший помощник, потом второй. Каждую минуту подходили все новые зрители. И прежде чем я дошел до конца острова, пятнадцать или двадцать человек собрались под самым моим носом. Я стал недоумевать. В чем дело? Когда я начал переход, капитан взглянул на меня и с притворным беспокойством в голосе спросил «Где мистер Б?» «Ушел вниз, сэр». Тут то и пришла моя погибель. Воображение стало создавать несуществующие опасности, и они множились быстрее, чем я в силах был с ними справиться. Вдруг мне померещилось, что я вижу впереди мелководье. И тут на меня нахлынула волна такой отчаянной трусости, что я почувствовал, как у меня поджилки дрожат. Вся моя уверенность исчезла. Я ухватился за сигнальный трос, отбросил его со стыдом, снова ухватился и снова отбросил, еще раз ухватился дрожащей рукой и так слабо дернул, что сам не услышал звона. Капитан и помощник немедленно в один голос скомандовали. — Лотовых на правый борт и живее! Это был новый удар. Я стал, как белка, прыгать вокруг штурвала, но только я отводил пароход влево, как мне мерещились новые опасности, и я сразу шел вправо, но добивался лишь того, что воображаемые опасности сосредоточивались именно с правого борта, и я, как помешанный летел опять влево. И тут прозвучал замогильный голос Лотового. — Глубина четыре! — Четыре! На бездонном месте! ужас сковал мое дыхание. — Метка три! Метка три! Без четверки три! Два с половиной! Это было ужасно. Я ухватился за сигнальные веревки и остановил машину. Я был беспомощен. Я абсолютно не знал, что делать. Я трясся всем телом, и глаза мои так выкатились из орбит, что я мог бы повесить на них свою шляпу. — Без четверти два! Девять с половиной! А у нас осадка была девять. Руки мои трясла нервная дрожь. Я не мог четко сигнализировать колоколом. Я бросился к переговорному рупору и завопил механику. — Бен, если ты меня любишь, дай задний ход! Скорее, Бен, дай задний ход! Вытряси из него душу! Тут я услышал, как кто-то деликатно притворил за собой дверь. Я обернулся и увидел мистера Б, который ласково, мило улыбался. И вся публика на верхней палубе разом разразилась громовым оскорбительным хохотом. Тут я все понял и почувствовал себя презренней самого жалкого человека, когда-либо существовавшего на земле. Я остановил промеры, направил пароход по курсу, дал сигнал машине и сказал, да, славно подшутили над сиротой, не так ли? Мне уж верно, теперь никогда не перестанут напоминать о том, какой я дурак был, когда заставил делать промеры у острова шестьдесят шестьдесят Да, пожалуй, что и так. Надеюсь, что так. Я хочу, чтобы для тебя эта история послужила наукой. Да разве ты не знал, что на этом повороте и дна не достанешь? Да, сэр, знал. Ну, так вот, ты не должен был ни мне, никому бы то ни было давать возможность поколебать твою уверенность в том, что ты знаешь. И еще одно. Когда попадешь в опасное место, не празднуй, труса. Это никак и ничему не помогает. Урок был неплохой, но достался он мне нелегко, а самое неприятное было то, что в течение многих месяцев мне частенько приходилось слышать фразу, которую я особенно возненавидел. Вот она. О, Бен, если ты меня любишь, дай задний ход. Глава шестая. Высокое звание Лоцмана. Величие и падение ассоциации Лоцманов. В предыдущих главах я так подробно излагал Лоцманскую науку для того, чтобы шаг за шагом показать читателю, в чем эта наука заключается. И еще я старался показать, до какой степени эта наука занятна, замечательна и достойна его внимания. Неудивительно, если читатель подумал, что я люблю свой предмет, ведь эту профессию я любил больше всех остальных профессий, которые у меня были впоследствии. Я гордился ею неизмеримо. Причина проста. Лоцман в те дни был на свете единственным, ничем не стесненным, абсолютно независимым представителем человеческого рода. Короли это лишь связанные по рукам и ногам слуги парламента и народа. Парламенты скованы цепями своей зависимости от избирателей. Редактор газеты не может быть самостоятельным и должен работать одной рукой. Другую его партия и подписчики подвязали ему за спину. Он еще должен быть рад, если имеет возможность высказывать хотя бы половину или две трети своих мыслей. Священник также не свободен, он не может говорить всей правды, так как должен считаться с мнением прихода. Писатели всех мастей это рабы публики. Пишем то мы откровенно, бесстрашно, но перед тем как печатать подправляем наши книги. Да, в самом деле у каждого мужчины, у каждой женщины, у каждого ребенка есть хозяин и все томятся в рабстве. Но в те дни, о которых я пишу, Лоцман на Миссисипи рабства не знал. Капитан мог, стоя на мостике в ореоле своей кратковременной власти отдать Лоцману пять-шесть приказаний, пока судно отходило от пристани, а затем власть его кончала. Достаточно было пароходу выйти в реку, и он поступал в единоличное и бесконтрольное распоряжение Лоцмана. Последний мог делать с ним все что угодно, везти его как и куда заблагорассудиться и идти у самого берега, если считал такой курс наилучшим. Все поступки Лоцмана были абсолютно свободны. Он не советовался ни с кем, ни от кого не получал приказаний и вспыхивал как порох при самой невидной попытке подсказать ему что-либо. Более того, закон Соединенных Штатов даже запрещал ему слушаться приказаний или следовать советам, справедливо полагая, что Лоцман должен знать лучше кого бы то ни было, как везти пароход. Он являлся каким-то новым королем, свободным от опеки, абсолютным монархом, абсолютным на деле, а не только на бумаге. Я видел восемнадцатилетнего мальчишку, который невозмутимо вел большой пароход, казалось, на верную гибель, а пожилой капитан, понимая это, стоял молча тут же, но не имел право вмешаться. Возможно, что в данном отдельном случае его вмешательство было бы более чем уместно, но допустить это значило бы установить вреднейший прецедент. Легко представить себе, зная неограниченную власть Лоцмана, какой персоной он был в те далекие дни речного пароходства. Капитан обращался с ним подчеркнуто любезно, а офицеры и команда с подчеркнутым уважением. И это особо почтительное отношение быстро передавалось так же и пассажирам. По-моему, Лоцманы были единственными людьми, которые не выказывали ни малейшего смущения в присутствии путешественников из числа иностранных владетельных особ. Да и то сказать, ведь людей, равных тебе по положению, обычно не стесняешься. В силу долголетней привычки командовать у Лоцманов вошло в обыкновение заменять любую просьбу приказанием. До сих пор мне как-то неприятно выражать свое желание жалкой просьбой, вместо того, чтобы бросить его в сжатой форме команды. В те давно минувшие дни на погрузку парохода в Сент-Луисе, на рейс до Нового Орлеана и обратно и на выгрузку тратили в среднем около двадцати пяти дней. Из них семь или восемь пароход проводил в гаванях Сент-Луиса и Нового Орлеана. И команда вся до одного человека работала, что было сил, вся, кроме двух лоцманов. Они ничего не делали и только разыгрывали из себя кутящих джентльменов, получая за это те же деньги, что и на службе. Стоило пароходу подойти к пристани Сент-Луиса или Нового Орлеана, они в тот же миг сматывались на берег и на пароходе уже не видали их вплоть до последнего звонка, когда все было готово к отплытию. Если капитану попадался лоцман с особенно высокой репутацией, он всячески старался удержать его у себя. В те времена ставка лоцмана у верховья в Миссисипи составляла 400 долларов в месяц, но я знавал капитана, который держал такого лоцмана на полном окладе целых три месяца без дела, так как река замерзла. И надо помнить, что в те дешевые времена 400 долларов это оклад почти фантастический. Немногие на берегу получали такой оклад, а если получали, то все смотрели на них с чрезвычайным уважением. Когда лоцманы снизовья или верховья реки попадали в наш маленький миссурийский городок, их общество искали самые избранные красавицы и самые важные люди относились к ним с восторженным почтением. Стоять в гавани, получая жалования, это было занятие, которое многие лоцманы любили и ценили, особенно если они плавали по Миссури в дни расцвета своей профессии канзасские времена и получали девятьсот долларов за рейс, что равнялось примерно тысячи восьмистам долларам в месяц. Вот образчик разговора тех времен. Владелец небольшого парохода с реки Иллиной обращается к двум расфранченным лоцманам с Миссури. Джентльмены, я выхожу в рейс вверх по течению и хотел бы заполучить вас примерно на месяц. Во сколько это обойдется? Тысяча восемьсот долларов каждому. Клянусь небом и землей, берите мой пароход, давайте мне ваши жалования и я еще поделюсь с вами. Замечу мимоходом, что служащие из пароходов на Миссисипи внушали уважение сухопутным жителям, да и самим себе, пожалуй, тоже, в зависимости от достоинств своего парохода. Можно было, например, гордиться, если ты числился в экипаже таких красавцев, как Алекс Скотт или Великий Могол. Негры-кочегары, палубная прислуга и парикмахеры с этих пароходов были в своем кругу важными, персонами и сами прекрасно это знали. Один дюжий негр на негритянском балу в Новом Орлеане разозлил остальных своим высокомерием и чванствам. Наконец, один из распорядителей подскочил к нему и сказал, «Да кто ты такой? Кто такой? Желал бы я знать». Амбитчик, ничуть не смутившись, надулся от важности и, придав голосу нечто, из чего явствовало, что он не зря так чванится, произнес, «Кто я? Кто я такой? Вот я вам сию минуту скажу, кто я такой. Чувствуете вы, негры? Я топлю большой котел на Алеке Скотте». И этого было достаточно. Парикмахером на Великом Моголе был бойкий молодой негр. Он подчеркивал свое важное положение с мягкой снисходительностью и за ним чрезвычайно ухаживали в том кругу, где он вращался. Юное цветное население нового Орлеана любило флиртовать в сумерки на скамейках по разным переулочкам. Как-то вечером на одной из этих улочек кто-то подсмотрел и подслушал следующую сцену. Негритянка средних лет высунула голову в разбитое окно и закричала с явным желанием, чтобы соседи ее услыхали и позавидовали. «Эй, Мэри Энн, сейчас же иди домой. Чего ты там развела болтовню со всяким сбродом, когда тот сам парикмахер с великого могола желает с тобой поговорить?» Выше я упомянул о том, что особое официальное положение Лоцмана ставило его вне всякой критики и избавляло от необходимости кому-либо подчиняться. И тут я, конечно, не могу не вспомнить о Стивене У. Это был талантливый Лоцман, добрый, малый, неутомимый рассказчик, обладавший смекалкой и юмором. Он держался с дерзкой независимостью и чувствовал себя абсолютно непринужденно среди старших, среди лиц, занимавших высокие посты и даже среди именитых богачей. Всегда у него была работа, но никогда он не скопил ни гроша. Умел, занимая деньги, уговорить кого угодно и бру в долгу у всех Лоцманов и у большинства капитанов на реке. Он умел окружать таким блеском самый несложный, самый пустячный маневр парохода, что людей охватывало восхищение. Не всех, однако. Он однажды пошел в рейс с добрым старым капитаном И и был освобожден от обязанностей в Новом Орлеане. Кто-то выразил удивление по этому поводу. Капитан И содрогнулся при одном упоминании имени Стивена и пропищал своим дребезжащим тоненьким голоском приблизительно следующее. Нет, уж премного благодарен. Я такого сорвиголову у себя на пароходе иметь не желаю. То есть ни за что на свете. Он ругается, поет, свистит, орет. Я не слыхал, чтобы индейцы так орали. Орет всю ночь. Ему что день, что ночь, все одно. И орет так, без всякой причины. Просто потому, что ему это доставляет какое-то сатанинское удовольствие. Я ни разу не мог заснуть, как следует. Вдруг он так начинал орать, что я в холодном поту вскакивал с постели. Странный человек, очень странный. Никакого уважения никому и ни к чему. Он иногда называл меня Джонни. Да еще у него были скрипка и кошка. Играл он отвратительно. А кошку это, по-видимому, сильно огорчало. И она начинала дико мяукать. Никто не мог уснуть там, где был этот человек и его семейка. А бесшабашный какой! Это прямо так и ни с чем не сравнимо. Хотите верьте, хотите нет, но это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами. Вел он мой пароход через эти жуткие коряги у Чикота, да еще на всех парах. А ветер при этом свистел, как все черти в аду. Мои помощники вам подтвердят. И вот, сэр, пока он летел напрямик через все эти пороги, а я трясся от страха и молился, он лишится мне языка, если вру. Сложил губы трубочкой и стал насвистывать, да, сэр, насвистывать. Девицы Буффало, придите вечерком, придите вечерком, придите вечерком. Да еще с таким спокойствием, как если бы мы участвовали в похоронной процессии, не будучи сродни покойнику. А когда я сделал ему замечание, он улыбнулся мне снисходительно, как ребенку, и посоветовал идти домой, быть паинькой, и не вмешиваться в дела старших. Если вспомнить, что власть капитана была пышной, но пустой видимостью, а настоящая власть принадлежала Лоцману, в этой фразе было нечто цинично меткое и удачное в смысле формулировки. Как-то один здорово скупой капитан поймал в новом Орлеане Стивена, когда тот был без работы и, как водится, без денег. Он упорно осаждал Стивена, которому в то время приходилось стуговато, и, наконец, уговорил его поступить к нему на пароход за 125 долларов в месяц, то есть ровно на пол оклада, причем капитан обещал не открывать секрета, чтобы вся корпорация не стала презирать беднягу. Но не прошло и суток после выхода из нового Орлеана, как Стивен заметил, что капитан хвастает своей удачной сделкой и что всем помощникам об этом рассказано. Стивен поморчился, но ничего не сказал. К концу дня капитан вышел на мостик, посмотрел кругом и страшно удивился. Он вопросительно поглядел на Стивена, но тот насвистывал, как ни в чем не бывало, и делал свое дело. Капитану явно было не по себе. Он постоял и раза два, по-видимому, очень хотел сделать какое-то замечание, но речной этикет научил его избегать такой поспешности, и он промолчал. Потоптавшись и поволновавшись еще немного, он удалился в свои апартаменты. Но вскоре он снова появился, еще более растерянный, чем прежде. Наконец, он решился заметить весьма почтительно и осторожно. Вода стоит довольно высоко, правда, сэр? Я думаю, без малого из берегов не вышло, это ли не высоко? Течение тут как будто довольно сильное, а? И не говорите, не то, что довольно сильное, а просто бьет, как из подмельничного колеса. А разве у берега оно не тише, чем тут на середине? Да, пожалуй, потише, но ведь чем больше бережешь пароход, тем лучше, здесь он в безопасности, на ему не достать, будьте уверены. Капитан удалился, вид у него был в достаточной степени унылый, при таких темпах ему, по-видимому, предстояло умереть в преклонном возрасте, прежде, чем его судно доберется до Сент-Луиса. На следующий день он снова вышел на палубу и снова увидел, что Стивен, насвистывая тот же безмятежный мотив, неуклонно идет в середину реки, преодолевая мощное течение Миссисипи. Это уже становилось серьезным. У самого берега шел другой, менее быстроходный пароход и, скользя по тихой воде, упорно нагонял их. Он пошел к протоке у острова, а Стивен продолжал держаться в середине реки. Капитан больше не мог молчать. Он сказал, «Мистеру, разве эта протока не сокращает путь на порядочный кусок?» «Полагаю, что так, но наверняка сказать не берусь». «Не беретесь? Да разве там недостаточно воды, чтобы пройти ее сейчас?» «Как будто достаточно, но я не вполне в этом уверен». «Честное слово, это странно. Отчего же лоцманы того вон парохода сейчас входят в потоку? Неужели вы хотите сказать, что знаете меньше, чем они?» «Они? Что ж, они получают 250 долларов. Да вы не беспокойтесь, я знаю ровно столько, сколько полагается знать человеку с окладом 125 долларов». И капитан сдался. Через пять минут Стивен несся по протоке, показывая пароходу сопернику 250-долларовые пятки. Однажды на Алике Скотте мой начальник мистер Б осторожно проползал через узкое место у Кошкина острова. Лотовые были выставлены с обоих бортов и все следили затаив дыхание. Капитан, нервный и чересчур осторожный человек, молчал, пока мог, но наконец его прорвало, и он закричал с мостика «Ради всего святого прибавьте ходу, мистер Б, прибавьте ходу! Он никогда не возьмет перекат на таком ходу!» По невозмутимому виду мистера Б можно было подумать, что ему вообще никакого замечания не сделали. Но через пять минут, когда опасность миновала и необходимость в промерах отпала, он дал волю своим чувствам и осыпал капитана руганью. Кровопролитие не последовало, но только потому, что капитан осознал свою вину. Вообще-то он был не из тех людей, что спокойно выслушивают замечания. Теперь, когда я подробно описал сущность лоцманской науки и рассказал также о месте, которое лоцман занимает среди пароходного персонала, мне кажется уместным упомянуть об организации, созданной некогда лоцманами для защиты своих интересов. Она была тем замечательна и любопытна, что стала одной из самых спаянных, крепких и деловых коммерческих организаций, когда-либо создававшихся людьми. Долгое время оклад лоцмана равнялся 250 долларов в месяц, но, как ни странно, с увеличением числа пароходов и с ростом торговли оклады стали постепенно падать. Причину угадать нетрудно. Слишком много лоцманов было настряпано. Каждому было приятно иметь щенка, рулевого, который годика два бесплатно делал самую трудную работу, в то время, как его учитель сидел на высоком табурете и курил. У всех капитанов и лоцманов были сыновья и племянники, желавшие стать лоцманами. Постепенно вышло так, что почти у каждого лоцмана на реке был свой рулевой. Когда он успевал как следует выучиться, его проверяли два опытных лоцмана, и они могли раздобыть ему лоцманское свидетельство, дав свои подписи на опрошение, направленном правительственному инспектору Соединенных Штатов. Больше ничего не требовалось. Обычно никаких вопросов не предлагали и никаких проверок больше не устраивали. Так вот, эта растущая стая новых лоцманов стала сбивать цены, чтобы заполучить место. Рыцари Штурвала, по-видимому, слишком поздно поняли свою ошибку. Ясно было, что надо что-нибудь предпринять, и при том поскорее. Но что же можно было сделать? Сплоченная организация, только она могла помочь. Но создать ее казалось немыслимым, и потому об этом поговорили, поговорили и бросили. Казалось, что тот, кто первым начнет это дело, обязательно себя погубит. Но, в конце концов, с десяток самых смелых и частью самых лучших лоцманов решились на этот шаг и взяли на себя весь риск. Они получили специальное разрешение на организацию, облеченного широкими полномочиями общества под названием Лоцманская Ассоциация Взаимопомощи. Выбрали правление, собрали капитал, определили размер оклада для членов Ассоциации в 250 долларов в месяц и разъехались по домам, так как их всех немедленно уволили. Однако в их уставе были две-три незаметные пустяковые статьи, в которых крылся залог роста этой Ассоциации. Например, каждый член Союза, имевший хорошую репутацию, получал во время безработицы пособие в 25 долларов в месяц. В плохой летний сезон это привлекало в ассоциацию одного за другим нескольких новоиспеченных лоцманов. Лучше получать 25 долларов, чем умирать с голоду. Вступительный взнос был всего 12 долларов, а членских взносов с безработных не брали. Вдовы членов Союза получали, в том случае, если умерший пользовался хорошей репутацией, также 25 долларов в месяц и некоторую сумму на каждого ребенка. Кроме того, ассоциацией оплачивались расходы по похоронам. И это окрылило надеждами всех престарелых забытых лоцманов по всей долине Миссисипи. Они приезжали с ферм из глухих деревушек отовсюду. Они приходили на костылях, их доставляли в тележках и на носилках, лишь бы добраться до ассоциации. Они вносили свои 12 вступительных долларов и сразу начинали получать пенсию в 25 долларов и составлять себе похоронную смету. Мало по малу все бесполезные, беспомощные лоцманы из десяток первоклассных вошли в ассоциацию, а девять десятых лучших лоцманов не вошли в нее и над не потешались. Она была посмешищем всей реки. Каждый подшучивал над статьей, согласно которой член ассоциации должен был вносить ежемесячно 10% жалования в кассу ассоциации, тогда как в нее вступившие бойкотировались и никто не брал их на работу. Все насмешливо благодарили ассоциацию за то, что она убрала с дороги всех никудышных лоцманов и очистила поле деятельности для лучших и достойнейших. И не только за это благодарили, но и за результаты, естественно, воспоследовавшие. Они выразились в постепенном повышении окладов, когда началось горячее время. Со 100 долларов в месяц оклады поднялись до 125 и далее до 150 и было очень приятно насмешливо рассуждать о том, что прекрасное достижение это принадлежит группе лиц, из которых никто не может воспользоваться его выгодами хотя бы и в ничтожной доле. Некоторые шутники даже заходили в помещение ассоциации и развлекались тем, что дразнили членов союза, снисходительно предлагая место рулевого на один рейс, чтобы они могли взглянуть, какой виду позабытой ими реки. И все же ассоциация была довольна, или во всяком случае не подавала виду, что чем-то недовольна. Время от времени она заполучала лоцмана, которому не повезло, и вносила его в свой список. И эти новые вступления были особенно ценны, так как это были хорошие лоцманы. Все менее хорошие уже были вовлечены раньше. С разгаром сезона жалование постепенно повысилось до 250 долларов ставка ассоциации, и эта цифра прочно закрепилась. И все-таки членам ассоциации это не принесло никакой пользы, потому что их никто не нанимал. Над ассоциацией потешались и веселились по этому поводу бесконечно, не было конца издевательствам, которые претерпевала эта бедная мученица. Однако цыплят по осени считают. Подходила зима, количество торговых сделок удвоилось, утроилось, и целая лавина пароходов с Иллиной, Сами, Сурии и Верхней Миссисипи ринулась искать счастье в торговле с Новым Орлеаном. На лоцманов сразу появился громадный спрос, не соответствовавший предложению. Наступило время мести. Горькую пилюлю пришлось проглотить капитанам и судовладельцам, когда они увидели себя вынужденными принимать на работу членов ассоциации. Но иного выхода не было. Однако никто из отщепенцев не предлагал своих услуг. Предстояло проглотить пилюлю еще более горькую. Надо было пойти к ним, просить их услуг. Капитану Ха первому пришлось это сделать, а он то пуще всех издевался над ассоциацией. Он выискал одного из лучших лоцманов ассоциации и сказал «Ну, ребята, пока что ваша взяла. Сдаюсь и всячески иду вам навстречу. Пришел пригласить вас лоцман. Берите ваши вещи и сейчас же на пароход. Я собираюсь выйти в 12 часов». «Уж не знаю как быть. Кто будет моим напарником? Я взял и С. А что? Я с ним не пойду. Он не член ассоциации». «Что?» «Да то самое». «Вы хотите сказать, что не желаете стоять у штурвала с одним из лучших и старейших лоцманов реки, потому что он не член вашей ассоциации?» «Вот именно». «Ну и зазнались же вы. Я считал, что оказываю вам любезность, а теперь начинаю думать, что мне как будто придется просить об одолжении. Вы действуете согласно какой-нибудь статье устава?» «Да». «Покажите мне ее». Они вас выручу сказал секретарь. «Я дам вам лоцмана, который пойдет с вами. В двенадцать часов он будет на борту». «Но если я рассчитаю «С», он потребует с меня жалований за весь сезон. «Ну уж это дело ваше и мистера «С», капитан. Мы не можем вмешиваться в ваши частные дела?» Капитан бушевал, но тщетно. В конце концов заплатить ему около тысячи долларов и взять на его место лоцмана из ассоциации. Теперь начинала посмеиваться другая сторона. С тех пор, что не день, то новая жертва, каждый день какой-нибудь возмущенный капитан со слезами и проклятием рассчитывал своего любимца, не члена союза, и устраивал в его каюте одного из членов ненавистной ассоциации. Очень скоро безработных не членов ассоциации набралось достаточное количество, хотя дела шли очень оживленно и в их услугах весьма нуждались. Положительно пришла очередь другой стороны издеваться, роли переменились. Уволенным жертвам вместе с капитанами и судовладельцами стало не до смеха, они в бешенстве грозились отомстить, когда окончится сезон. Вскоре посмеиваться могли только судовладельцы и команды тех пароходов, где оба лоцмана были не членами ассоциации. Но их триумф длился недолго. И вот почему. Одно из строжайших правил ассоциации гласило, что ее члены никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны давать информацию о фарватере посторонним. к этому времени половина пароходов обслуживалась исключительно членами союза, а другая только исключительно посторонними. На первый взгляд казалось, что если разговор идет о запрещении давать сведения, то обе партии окажутся в одинаковых условиях. Но дело обстояло иначе. В каждом большом городе по всей реке пароходы причаливали не непосредственно к пристани, а к специальной причальной барже. В ней складывался груз для транспорта, а в каютах ее ночевали ожидающие пассажиры. На каждой такой барже пристани правление ассоциацией поместило ящик типа почтового с особым замком. Такие замки употреблялись исключительно почтовым ведомством Соединенных Штатов. Это был замок почтовых сумок, неприкосновенный государственный атрибут. После долгих просьб и уговоров правительство разрешило ассоциации вести у себя такие замки. Каждый член ассоциации имел ключ, отпирающий упомянутые ящики. Когда члена ассоциации кто-нибудь незнакомый спрашивал о Фарватере, он смотрел, есть ли у того человека в руке такой ключ. Его держали по-особенному, и он являлся своего рода членским билетом ассоциации. Успех ассоциации в Сент-Луисе и Новом Орлеане дал возможность открыть десяток новых отделений во всех окрестных пароходных центрах. И если незнакомец в свою очередь не вынимал такой же ключ и не держал соответствующим образом, его вопрос вешливо игнорировали. От секретаря ассоциации каждый член союза получал пачку прямо-таки роскошных бланков на отличной бумаге с тщательно разграфленными напечатанными заголовками. Заголовки были примерно такие «Пароход Великая Республика», владелец Джон Смит, лоцманы Джон Джонс и Томас Браун, переходы, промеры, знаки, примечения. Во время рейса эти бланки заполнялись изо дня в день и опускались в ящики на баржах пристанях. Например, как только оканчивался первый переход за Сент-Луисом, все статьи бланка заполнялись под соответствующими заголовками примерно так «Сент-Луис 9,5 футов корму привезти на здание суда, нос на сухой тополь за лесопилкой, пока не пройдете первую мель, дальше держитесь прямо». И потом в разделе примечаний обходить вплотную к обломкам затонувшего судна очень важно, там, где поворот под водой Новая Коряга, проходите выше. Лоцман, опуская такой бланк в ящик в Каире, записав с него все переходы от самого Сент-Луиса, вынимал и прочитывал множество свежих донесений со встречных пароходов о состоянии реки от Каира до Манфиса, полностью ориентировался в дальнейшем, снова клал их в ящик и возвращался к себе на пароход, настолько вооруженный против всяких случайностей, что мог подвергнуть судно опасности только при совершенно невероятной собственной небрежности. Представьте себе все преимущества этой замечательной системы на реке в 1200-1300 миль длиной, русло которой ежедневно меняется. Лоцману, вынужденному раньше довольствоваться тем, чтобы видеть миль раз или два в месяц, теперь помогала сотня зорких глаз, наблюдавших за нею, и великое множество умных голов. Все члены по ассоциации подсказывали ему, как обойти трудное место. Вся информация была совершенно свежей, не более чем суточной давности. Если же донесения из последнего ящика оставляли неясность и сомнения относительно какого-нибудь предательского переката, у лоцмана был выход. Как только он видел встречный пароход, он давал особый свисток. Если на судне были лоцманы ассоциации, они в свою очередь отвечали условным сигналом. И тогда оба парохода подводили борт к борту. И все неясности исчезали, точные и самые свежие сведения передавались устно из мельчайших подробностей. Прибыв в Новый Орлеан или Сент-Луис лоцман первым делом шел в ассоциацию и вывешивал в приемной свой последний самый точный и подробный отчет. Лишь после этого он имел право идти к своей семье. В приемной ассоциации вечно толпился народ, обсуждая изменения фарватера. И как только подходил вновь прибывший, все умолкали, ожидая, пока он отчитается, расскажет самые последние новости и устранит все накопившиеся сомнения. Люди других профессий могут хотя бы временно оторваться от своих занятий и поинтересоваться другими вещами. Не так обстоит дело у лоцмана, он должен всецело посвятить себя своей профессии и ни о чем другом не разговаривать, потому что невелика выгода быть один день во всеоружии знания, а на следующий день все пропустить. Ему нельзя попусту терять ни времени, ни слов, если он хочет быть всегда на высоте. Но посторонним пришло стуга. У них не было ни специального места для обмена мнениями и информацией, ни бюллетеней на пристанях, ничего кроме случайных и далеко недостаточных возможностей узнать какие-нибудь новости. И следствием было то, что человеку иногда приходилось вести судно пятьсот миль по реке с информацией семи- или десятидневной давности. При высоком уровне воды еще можно было справиться, но когда наступало обмеление, это становилось просто гибелью. С неумолимой логикой последовали результаты. Посторонние стали сажать суда на мель, топить их, вообще влипать во всяческие неприятности, тогда как с членами ассоциации никаких аварий как нарушно не случалось. Поэтому даже судовладельцы и капитаны, которые комплектовали свои суда исключительно посторонними и прежде считали себя совершенно от ассоциаций независимыми, разрешая себе утешаться бахвальством и насмешками по ее адресу, теперь стали чувствовать себя несколько неуютно. И все-таки они продолжали делать вид, будто это их немало не касается, покуда не наступил роковой день, когда каждому капитану в отдельности формально предписано было немедленно рассчитать посторонних и взять на их места членов ассоциации. Но кто же осмелился так поступить? Увы, это исходило от сил, стоявших за официальной властью и, пожалуй, более мощных, чем сама власть. Это сделали страховые компании. Не время было бряцать оружием. Каждому постороннему пришлось незамедлительно убраться с вещами на берег. Конечно, все решили, что ассоциация стакнула со страховыми компаниями, но это было неверно. Просто страховые компании поняли превосходство системы бюллетеней, поняли, насколько она обеспечивает безопасность и решили это дело между собой на чисто деловых основаниях. Теперь лагерь посторонних наполнился стоном, плачем и скрежетом зубовным. Но делать было нечего. Для них оставался только один выход, и они пошли на это. Они приходили попартно и группами, протягивали свои 12 долларов и просили принять их в члены ассоциации. К своему удивлению, они узнавали, что в уставе давно уже появилось несколько новых параграфов. Например, вступительный взнос повышен был до 50 долларов и нужно было внести кроме этой суммы еще 10% сжалования, которые каждый получал со дня основания ассоциации. Часто взнос доходил до 300-400 долларов. Но ассоциация даже не рассматривала заявление, если сумма не была приложена. И даже тогда достаточно было одного голоса против, чтобы провалить кандидата. Каждый должен был голосовать за или против лично и при свидетелях. Так что проходили недели, прежде чем кандидатура принималась, ввиду того, что многие лоцманы были в рейсе. Однако раскаившиеся грешники наскребали средства из своих сбережений и один за другим, проходя через длинную, нудную процедуру голосования вступали в ряды ассоциаций. Наступило время, когда человек десять остались вне ее. Они говорили, что скорее подохнут с голоду, чем подадут заявление. И они оставались долго без работы, потому что никто не решался их нанять. Через некоторое время ассоциация постановила, что с такого-то числа оклады будут повышены до пятисот долларов в месяц. Все отделения ассоциации теперь окрепли, и отделение на Ред Ривер даже повысило оклад до семисот долларов в месяц. Учтя это, десять посторонних, хотя и с большой неохотой, сдались и подали заявление. А к этому времени прибавилась еще одна статья устава, по которой надо было платить взносы не только с жалования, которые они получали со времени основания ассоциации, но и с жалования, которые они получали бы до подачи заявления, если бы все время работали, а не сидели в пику всем, сложа руки. Оказалось, что принять их в члены ассоциации очень трудно, но в конце концов они все-таки прошли. Самый закоренелый грешник из этой компании оставался вне ассоциации до тех пор, пока ему не пришлось приложить к своему заявлению 625 долларов. Ассоциация теперь располагала солидным текущим счетом и была очень сильна. Посторонних больше не было ни одного. Появилась статья устава, запрещавшая брать щенков-учеников в течение пяти лет, после чего должно было быть принято ограниченное количество и не отдельными лицами, а всей ассоциацией на следующих условиях. Кандидату должно быть не меньше восемнадцати лет. Он должен происходить из хорошей семьи и иметь хорошие рекомендации. Он должен сдать экзамен по общеобразовательным предметам и внести тысячу долларов аванса за право стать учеником. Он должен находиться в распоряжении ассоциации, пока многие ее члены, кажется, чуть ли не больше половины, не согласятся подписать его прошение о выдаче ему лоцманского аттестата. Все ранее принятые ученики теперь были отобраны от своих патронов и поступили в распоряжение ассоциации. Председатель и секретарь распределяли их по своему усмотрению на тот или другой пароход и переводили с одного судна на другое согласно выработанным правилам. Если лоцман мог доказать, что он по состоянию здоровья, нуждается в помощнике, с ним отправляли такого щенка. Рос список вдов и сирот, но росла также и финансовая мощь ассоциации. Ассоциация пышно провожала своих умерших и хоронила их на свой счет. Когда требовалось, ассоциация посылала своих людей по всей реке искать тела братьев, погибших во время аварии. Иногда такие поиски обходились в тысячу долларов. Ассоциация добыла разрешение и занялась страхованием. Она страховала не только жизнь своих членов, но отважилась и на страховку пароходов. Организация казалась несокрушимой. Это была самая неуязвимая монополия в мире. По закону Соединенных Штатов ни один человек не мог стать лоцманом без подписи на его прошении двух дипломированных лоцманов. А теперь не существовало вне ассоциации никого, кто мог бы дать такую подпись. Поэтому прекратился выпуск новых лоцманов. Каждый год кто-нибудь умирал, другие выходили из строя по возрасту и по состоянию здоровья, а новых на смену не было. Со временем ассоциация могла бы повысить оклады до любой суммы по своему усмотрению, и пока она не дошла до того, чтобы вынудить правительство изменить систему лицензий, владельцы судов должны были подчиняться, так как выхода не было. Судовладельцы и капитаны были единственным препятствием на пути ассоциации к неограниченной власти. Но наконец и оно было устранено. Как ни странно, но они сами добровольно это сделали. Когда лоцманская ассоциация объявила за несколько месяцев вперед, что с 1 сентября 1861 года оклады будут повышены до 500 долларов в месяц, судовладельцы и капитаны сразу подняли фрахт на несколько центов, объяснив приречным фермерам, что это вызвано необходимостью ввиду предстоящего большого повышения окладов лоцмана. Довод был довольно неубедительным, но фермеры этого не заметили. Им казалось, будто надбавка в 5 центов на бушель зерна вещь при создавшихся обстоятельствах вполне разумная, и они совершенно просмотрели тот факт, что с груза 40 тысяч мешков получится сумма гораздо большая, чем нужно для покрытия новых окладов. Тогда же капитаны и судовладельцы образовали свой собственный союз, предложили повысить оклад капитана тоже до 500 долларов в месяц и ходатайствовать о новой надбавке на фрахты. Идея была неожиданная, но то, что удалось раз, могло ведь удаться и второй раз. Новая ассоциация постановила, это постановление было принято еще до вступления всех посторонних в Лоцманскую ассоциацию, что капитан, нанявший нечлена Лоцманской ассоциации, должен его рассчитать и уплатить штраф в 500 долларов. Несколько солидных штрафов было уплачено, прежде чем капитанская организация крепла настолько, что стала пользоваться авторитетом у своих членов. Но потом все это прекратилось. Капитаны добивались, чтобы и Лоцманская ассоциация запретила своим членам служить с капитаном, не членом союза. Но это предложение было отклонено. Лоцманы понимали, что так или иначе капитаны и страховые компании все равно будут их поддерживать и благоразумно отказались связывать себя какими бы то ни было обязательствами. Как я уже заметил, Лоцманская ассоциация стала крепчайшей монополией чуть ли не из всех существующих. Она казалась прямо таки непоколебимой. И все же дни ее славы были сочтены. Во-первых, новая железная дорога, проходившая через штаты Миссисипи, Теннесси и Кентукки с северным железнодорожным центром, начала отвлекать пассажирское движение от пароходов. Потом пришла война и почти совершенно уничтожила пароходный промысел на несколько лет, оставив большинство лоцманов без работы при все растущей дороговизне жизни. Потом казначей отделения в Сент-Луисе запустил руку в кассу и скрылся, захватив с собой весь солидный фонд до последнего доллара. И, наконец, железные дороги вторглись повсюду и по окончании войны пароходам почти нечего было делать, если не считать перевозки грузов. В ту же пору какой-то гениальный человек с Атлантического побережья придумал способ везти двенадцать грузовых барж за кормой паршивенького буксирчика. И тогда в одно мгновение ока и ассоциация и благородное искусство лоцмана стали мертвым прошлым, трогательным воспоминанием. Глава седьмая Отплытие Гонки Река сокращает себе путь Призрачный пароход Стивен платит долги Обычно пароходы уходили из Нового Орлеана между четырьмя и пятью часами пополудни. Уже с трех часов в топках жгли смолу и сосновые поленья признак подготовки к отплытию и можно было на протяжении двух-трех миль любоваться живописным видом высоких восходящих к небу столбов угольно-черного дыма. Эта колоннада поддерживала черную бархатную пелену словно крышу нависшую над городом. У каждого парохода идущего в дальний рейс на флагштоке развивался его флаг, а иногда и второй на кормовой мачте. На пространстве в две-три мили помощники командовали и ругались с особой выразительностью. Бесконечные вереницы бочек и ящиков скатывались с берега и взлетали по сходням. Запоздавшие пассажиры, лавируя, скакали среди среди этих взбесившихся предметов, надеясь, но не слишком рассчитывая, живыми добраться до трапа. Женщины с радикюлями и картонками старались не отставать от своих мужей, нагруженных саквояжами и плачущими младенцами, но это им не удавалось. Они совершенно теряли голову в этом вихре, шуме и всеобщем смятении. Тележки и багажные фуры грохотали взад и вперед в дикой спешке и сбивались в кучу, то и дело образовывая пробки. Тогда в течение секунд десяти их буквально застилала пелена поднявшейся ругани. Все до одной лебедки в этом длиннейшем ряду пароходов оглушительно визжали и скрипели, опуская грузы в трюмы, а полуголые мокрые от пота негры грузчики, доведенные до восторженного иступления толкотню и грохотом, сводившим всех других с ума, ревели песни вроде «Последний куй! Последний куй!» К этому времени и верхняя и нижняя палубы были уже до черноты уплотнены пассажирами. Последние звонки начинали звонить по всей линии. Суматоха удваивалась. Через две-три секунды звучало окончательное предупреждение. Одновременно раздавался грохот китайских гонгов и крик «Провожающие!» «На берег!» «На берег!» И Суматоха учетверялась. Люди мчались на берег, опрокидывая встречных запоздавших пассажиров в предельном возбуждении стремившихся на пароход. Еще через минуту длинный ряд сходин убирали на палубы и всегда с очередным опаздывающим, уцепившимся за край зубами, ногтями и чем попало, и с очередным последним провожающим, который совершал отчаянный прыжок на берег через голову последнего пассажира. Затем несколько пароходов задним ходом выскальзывают в реку, оставляя широкие бреши в сомкнутом строю. Горожане заполняют палубы остающихся судов, чтобы посмотреть на отплытие. Один за другим пароходы выравниваются, собираются с силами и, разворачиваясь, выходят на всех парах, подняв флаг, пуская черные клубы дыма и со всей командой кочегарами и матросами, обычно здоровенными неграми, на баке. Самый голосистый из них возвышается посредине, взобравшись на кнехты, размахивая шляпой или флагом. И все ревут мощным хором, в то время как на прощанье палят пушки, а бесчисленные зрители в свою очередь машут шляпами и кричат «Ура!» Один за другим выходят вереницы пароходы и стройная процессия скользит вверх по реке. Как вдохновенно звучали песни матросов старые времена, когда два парохода пускались на перегонки, а большая толпа народа смотрела на них, особенно, когда дело шло к ночи, и на баке играли красные отцветы факелов. Гонки были чудеснейшим развлечением. Публика всегда считала, что гонки опасная вещь, на самом деле совсем наоборот. Когда вышел закон, определявший предельное давление пара для каждого судна во столько-то фунтов на квадратный дюйм, гонки стали совсем безопасными. Ни один механик не мог ни задремать, ни зазеваться, покуда он всем существом своим участвовал в состязании. Он все время был на чеку, проверяя клапаны и следя за машиной. Опасность существовала скорее на медленно ползущих судах, где механики клевали носом и где щепки попадали в клапаны и отрезали воде доступ в котлы. Во времена расцвета пароходства состязание между двумя особенно быстроходными судами было событием большой важности. День состязания назначался за несколько недель. И с того момента вся долина Миссисипи жила в страшном возбуждении. Разговоры о политике и погоде прекращались. Говорили только о предстоящем состязании. Когда подходил срок, оба парохода разоблачались и начинали готовиться. Всякий балласт, увеличивавший вес, и все представлявшие собою площадь сопротивление воде и ветру убиралось, если, конечно, можно было без этих вещей обойтись. Отпорные бревна, а иногда даже и стрелы, с помощью которых они устанавливались, отсылались на берег. Попади пароход на мель, его нечем было бы даже снять. Когда между Эклипсом и А. Эл. Шотвеллен, много лет назад происходило их знаменитое состязание, говорили даже, что с затейливой эмблемы, висевшей между трубами Эклипса, соскребли по золоту, и что специально для этого рейса капитан оставил дома замшевые перчатки и обрел голову. Впрочем, в этом я всегда несколько сомневался. Если знали, что наибольшая скорость у судна бывала при осадке в пять с половиной футов носом и в пять кормой, то тщательнейшим образом грузили именно из этого расчета, и уже после на борт не допускалась даже одна гомеопатическая пилюля. Пассажиров почти не брали, и не только потому, что они увеличивали вес, но и потому, что они никогда не соблюдали порядка, они вечно бегали от борта к борту, если им хотелось на что-нибудь посмотреть, тогда как опытный, сознательный моряк всегда держится середины парохода, и даже пробор на голове делает посредине, пользуясь для этого ватерпассом. Ни транзитных грузов, ни транзитных пассажиров брать не разрешалось, да и останавливались-то участники состязания только в самых больших городах, и на минимальное количество времени с угольными и дровяными баржами заранее договаривались, и те стояли наготове, чтобы по первому знаку моментально ошвартоваться у парохода. Команда для ускорения работы была укомплектована двойным составом. Когда наступает назначенный день, и все готово, оба парохода отходят от пристани и на мгновение останавливаются, следя за малейшим движением соперника, словно живые сознательные существа. Опускаются флаги, пленный пар с визгом рвется из клапанов и, обращая воздух, клубами валит из труб черный дым. Люди, люди повсюду. Берега, крыши домов, пароходы, парусники, все битком набито людьми. И знаешь, наверняка, что берега широкой Миссисипи на протяжении всех тысяч двухсот миль также будут усеяны толпами, пришедшими приветствовать состязающихся. И вот высоко бьют столбы пара из труб обоих пароходов, две пушки гремят на прощанье, два молодца в красных рубахах, взобравшись на носовые шпили своих судов, машут флажками над командой, собравшейся на баке. Голоса двух запевал одиноко парят в воздухе в течение нескольких секунд, и сразу два мощных хора подхватывают песню, духовые оркестры гремят, да здравствует Колумбия, крики урани смолкая несутся с берега, и оба красавца парохода со свистом проносятся мимо, как ветер. Эти пароходы без остановки проходят путь от Нового Орлеана до Сент-Луиса, если не считать крупных центров, где они задерживаются на одну-две секунды и коротких стоянок, когда подводят огромные дровяные баржи. Будь вы на борту парохода, вы полюбовались бы, как они, взяв на буксир пару таких барж, мгновенно наводняют их целой оравой людей, и не успеете вы протереть очки и вновь надеть их, как вас охватывает изумление. Куда же девались все дрова? Два парохода одинаковой быстроходности могут идти, не выпуская друг друга из виду несколько дней подряд. Они могли бы даже идти бок о бок, будь все лоцманы одинаковы. Но в том-то все и дело, что лучший лоцман в состязании всегда выигрывает. Если на одном из пароходов имеется лоцман маэстро, а его сменный чуть похуже, всегда можно сказать, кто из них на вахте. Надо только следить за тем, опередил ли тот или другой пароход своего соперника или отстал за эти четыре часа. Самый опытный лоцман может задержать ход судна, если он недостаточно талантлив. Вести корабль — высокое искусство. Нельзя, скажем, если хочешь быстро идти против течения, выпускать руль хоть на секунду. Конечно, пароходы сильно друг от друга отличаются. Я долго служил на судне, которое так ползло, что мы каждый раз забывали, в котором году отправились в рейс. Разумеется, при таких обстоятельствах это бывало довольно редко. Паромы томились в бездействии, и пассажиры их успевали состариться и умереть, ожидая, пока мы пройдем мимо. Это случалось еще реже. Где-то у меня хранились документы, подтверждающие эти факты, только я их по небрежности затерял. Мой Джон Дж. Роу, пароход, где я служил, имел свойство так тащиться, что, когда он наконец затонул в мадридской излучине, прошло пять лет, прежде чем его владельцы об этом узнали. Мне это всегда казалось странным, но так было сказано в отчете. Он был ужасающе медлителен. Впрочем, мы иногда переживали волнующие моменты, обгоняя острова, плоты и другие быстроходные объекты. Один рейс мы, однако, сделали быстро, мы дошли до Сент-Луиса в шестнадцатидневный срок, но даже и при этой головокружительной быстроте мы, кажется, трижды сменяли вахту у форта Адамс на протяжении пяти миль. Река там совершенно прямая, и течение в этом ее отрезке, разумеется, очень быстрое. В этот же рейс мы прошли расстояние от Нового Орлеана до Большого залива в четыре дня. Триста сорок миль. Эклипс и Шотвелл проходили его за сутки. Девять дней мы шли до протоки шестьдесят три, семьсот миль. Эклипс и Шотвелл проходили это расстояние в два дня. Приблизительно за одно поколение до описываемых времен пароход под названием Джи-Эм Уайт прошел от Нового Орлеана до Каира в три дня шесть часов и сорок четыре минуты. Эклипс в 1853 году прошел этот путь в три дня три часа и двадцать минут. В 1870 году Эр-Э-Ли прошел его в три дня и один час. Это считалось самым быстрым рейсом из всех. Но я попробую доказать, что это неверно. И вот почему. Расстояние между Новым Орлеаном и Каиром, когда его проходил Джи-Эм Уайт, было около тысячи ста шести миль. Следовательно, его средняя скорость была чуть побольше 14 миль в час. Во времена Эклипса расстояние между обоими портами уменьшилось до тысячи восьмидесяти миль. Следовательно, его средняя скорость была на самую малость меньше 14,3 восьмых мили в час. Во времена рейса Р.Э-Ли расстояние уменьшилось уже до тысячи тридцати миль. Следовательно, скорость его была около 14,1 восьмой мили в час и тем самым Эклипс показал самое лучшее время. Все эти сухие подробности важны потому, что дают мне возможность рассказать об одной из характернейших особенностей Миссисипи, о том, как она время от времени сокращает себе путь. Бросьте через плечо длинную ленту кожуры с аккуратно очищенного яблока, и она примет форму, сильно напоминающую обычный участок Миссисипи. Я имею в виду те девятьсот или тысячу миль, которые тянутся от Каира в штате Иллинойс на юг к Новому Орлеану. Река там причудливо извивается и лишь на небольших участках, далеко друг от друга отстоящих, течет прямо. Часть ее длиною в двести миль от Каира к северу до Сан-Луиса уже далеко не так извилиста, благодаря скалистым берегам, подмывать которые воде трудно. Наносные берега нижней реки прорезаны глубокими подковообразными излучинами. Они так сильно выдаются в берег, что вы можете сойти с парохода у начала излучины, пересечь ее по суше, пройдя с полмили, и сесть отдохнуть часика на два, пока пароход, проделав весь путь по этой петле со скоростью десять миль в час, снова не заберет вас на борт. Когда вода в реке пребывает, какому-нибудь мошеннику, владельцу плантации, расположенной далеко от реки и поэтому малоценной, нужно только подкараулить удобный случай и как-нибудь в темную ночь, прорыв небольшую канаву через узкий перешеек, ввести в нее воду. Тогда через ничтожный промежуток времени случится чудо, вся Миссисипи завладеет этим отводом, и плантация окажется на ее берегу, вчетверо поднявшись в цене, зато плантация его соперника, столь ценная прежде, очутится где-то далеко, на большом острове. Старое русло вокруг него скоро обмелеет, пароходы пойдут по новому руслу, по десяти милях от плантации, и она вчетверо упадет в цене. На этих узких перешейках во время подъема воды всегда стоит охрана, и если ей случится поймать человека, роющего канаву, все данные за то, что ему больше никогда не придется заниматься этим делом. Обращаю ваше внимание на результаты такого прокапывания каналов. Когда-то против порта Гудзона в штате Луизиана был перешейк всего в полмили по самому узкому месту. Его можно было пересечь пешком в пятнадцать минут. Но если огибать весь этот мыс на плоту, приходилось плыть тридцать пять миль. В 1722 году река прорвала этот перешейк, покинула свое старое русло и сократила свой путь на тридцать пять миль. Таким же образом она сократила путь на двадцать пять миль и у мыса Блэк-Хок в 1699 году. Ниже пристани Ред-Ривер река, проложив себе новое русло, не то сорок, не то пятьдесят лет тому назад, сократилась на двадцать восемь миль. В наши дни, если идти по реке от самого южного из этих мест до самого северного, проходишь всего семьдесят миль. А сто семьдесят шесть лет тому назад длина этого отрезка реки равнялась сто пятидесяти восьми милям. Это значит, что река на таком незначительном отрезке укоротилась на восемьдесят восемь миль. Когда-то в давно прошедшие времена появились новые русла у Видо-Илии в штате Луизиана, у острова девяносто два, у острова восемьдесят четыре и у мыса Гейль. Они сократили реку в общем на семьдесят семь миль. Уже после меня на Миссисипи новые русла прошли у ураганного острова острова сто, у Наполеона в штате Арканзас, у Ореховой излучины и у излучины совета. Они сократили реку в общем на шестьдесят семь миль. При мне образовался рукав у американской излучины, сокративший если не больше. Поэтому длина Миссисипи между Каиром и Новым Орлеаном сто семьдесят шесть лет тому назад была тысяча двести пятнадцать миль. После прорыва русла в тысяча семьсот двадцать втором году длина стала тысяча сто восемьдесят миль. Когда образовался рукав у американской излучины, длина стала тысяча сорок миль. С тех пор этот участок реки укоротился еще на 67 миль, следовательно сейчас ее длина между Каиром и Новым Орлеаном всего девятьсот семьдесят три мили. И вот если бы я, пожелав стать эдаким маститым ученым, задался целью документально изложить, что именно происходило в отдаленном прошлом, опираясь на то, что происходило сравнительно недавно, или же предсказывать отдаленное будущее, основываясь на событиях недавнего прошлого, какие были бы у меня возможности. У геологии никогда не было таких точных данных для умозаключений, да и у теории происхождения видов тоже. Ледниковые периоды великая вещь, но все это так туманно, так неопределенно, а тут посмотрите сами. За сто семьдесят шесть лет Нижняя Миссисипи укоротилась на двести сорок две мили, то есть в среднем примерно на милю и одну треть в год. Отсюда всякий спокойно рассуждающий человек, если только он не слепой и не совсем идиот, сможет усмотреть, что в древнюю селурийскую эпоху, а ей в ноябре будущего года минит ровно миллион лет, Нижняя Миссисипи имела свыше миллиона трехсот тысяч миль в длину и висела над Мексиканским заливом наподобие удочки. Исходя из тех же данных, каждый легко поймет, что через семьсот сорок два года Нижняя Миссисипи будет иметь только одну и три четверти мили в длину, а улицы Каира и Нового Орлеана сольются и будут эти два города жить да поживать, управляемые одним мэром и выбирая общий городской совет. Все-таки в науке есть что-то захватывающее. Вложишь какое-то пустяковое количество фактов, а берешь колоссальный дивиденд в виде умозаключений, да еще с процентами. Когда вода подбежит в одну из канав, о которых я говорил выше, людям, живущим по соседству, надо немежко переселяться. Вода как ножом срезает берега. В момент, когда ширина рукава достигает двенадцати-пятнадцати футов, можно считать бедствие наступившим, потому что никакие силы земные отвратить его уже не смогут. Когда ширина достигнет ста ярдов, берега начинают отваливаться ломтями на пол акра каждый. Когда течение шло по излучине, его скорость равнялась только пяти милям в час. Сейчас, благодаря сокращению расстояния, она невероятно возрастает. Я был на борту первого парохода, пытавшегося пройти против течения по новому руслу у американской излучины, но мы так и не прошли. Было около полуночи, а ночь была бурная, гром, молнии, ливень. Считалось, что скорость течения в рукаве составляет пятнадцать-двадцать миль в час. Наш же пароход мог давать двенадцать-тринадцать миль в час, не больше, даже в тихой воде. Поэтому мы, может быть, делали глупость, пытаясь войти в рукав. Но мистер Дж, человек честолюбивый, течение у берега под самым мысом было почти так же стремительно, как и посредине. Поэтому мы пролетели вдоль берега, словно курьерский поезд на всех парах, и готовились к попытке отразить напор, как только встретимся с течением бурлящим у мыса. Но все наши приготовления были тщетны. Налетев на нас, течение завертело судно волчком, вода залила бак, и пароход так накренился, что трудно было устоять на ногах. Следующий миг нас отбросило вниз по реке, и мы должны были напрячь все силы, чтобы не врезаться в лес. Попытку эту мы повторяли четыре раза. Я стоял у трапа. Странно было смотреть, как пароход вдруг круто разворачивала кормой вперед, когда, выскользнув из водоворота, он получал в нос мощный удар течения. Удар получался такой гулкий, и судно сотрясалось так, как если бы на полном ходу врезалась мель. При вспышках молнии видно было, как хижины на плантациях и тучные пласты земли обрушивались в реку. Грохот, который они при этом производили, был неплохим подражанием грому. Раз, когда нас завертело, мы чуть не налетели на дом с освещенным окном. Он находился от нас в футах в двадцати, и в следующее мгновение снесен был в реку. Стоять на нашем баке не было возможности. Вода не слаз через палубу водопадом, когда нас разворачивало поперек течения. При четвертой попытке мы врезались в лес двумя милями ниже нового русла. Там, разумеется, все было покрыто водой. Через день или два по новому руслу в три четверти мили шириной легко проходили пароходы, сокращая свой путь на десять миль. Старый сокращающий рукав уменьшил длину реки на двадцать восемь миль. С ним было связано одно предание. Рассказывали, что как-то ночью по широкой излучине реки обычным путем шел пароход, причем лоцманы не знали, что река проложила новый рукав. Ночь была жуткая, отвратительная, все очертания были размыты и искажены. Старая излучина обмелела. Судну приходилось остерегаться предательских мелей, и вдруг оно наскочило на одну из них. Растерявшиеся лоцманы начали ругаться, и у одного из них вырвалось совершенно праздное пожелание — «Вовек не сойти с этого места!» Как всегда в таких случаях именно эта молитва и была услышана в ущерб остальным. До сего дня этот призрачный пароход шныряет по старому руслу, ища выхода. И ни один солидный вахтенный клялся мне, что в дождливые мрачные ночи он, проходя мимо острова, со страхом вглядывался в старое русло и видел слабый оцвет огней призрачного корабля, пробивающегося там сквозь туман, и слышал глухое покашливание предохранительных клапанов и заунывные крики лотовых. Так как у меня больше нет фактических данных, я прошу разрешения заключить эту главу еще несколькими воспоминаниями о Стивене. У большинства капитанов и лотсманов были его расписки на сумму от 250 долларов и выше. Стивен по ним не расплачивался, но аккуратно возобновлял их каждые 12 месяцев. Настало однако время, когда у старых кредиторов больше уже нельзя было занимать, пришлось подкараулить новых людей, которые его еще не знали. И первой его жертвой стал добродушный доверчивый Яц. Имя вымышленное, но и настоящее имя, как и это начиналось, с Я. Юный Яц сдал испытания на лотсмана, вступил в должность, и когда он в конце месяца зашел в контору и получил там свои 250 долларов хрустящими кредитками, Стивен был тут как тут. Заработал его медоточивый язык, и в самом непродолжительном времени 250 долларов Яца перешли в его карман. Скоро это стало известно в лотсманской штаб-квартире, восторгу и остротом старых кредиторов конца не было. Но наивный Яц отнюдь не подозревал, что обещание Стивена вернуть долг срочно, в конце недели, было простой болтовней. Яц зашел за деньгами в назначенный срок. Стивен умаслил его, и он согласился подождать еще неделю. Опять зашел, как уговорились, и снова ушел обласканный до последней степени, но сильно огорченный новой отсрочкой. Так оно и пошло. Неделями Яц безрезультатно гонялся за Стивеном и, наконец, бросил это дело. Тогда Стивен начал преследовать Яца. Где бы Яц не появился, там был неизбежный Стивен. И мало того, что он там оказывался, он прямо таял от любвеобилия и изливался в бесчисленных извинениях по поводу того, что не в состоянии расплатиться. Кончилось дело тем, что бедный Яц, издали завидев Стивена, поворачивался и убегал, увлекая за собой своих спутников, если был в компании. Но это было бесполезно. Его должник нагонял его и припирал к стенке. Задыхаясь, весь раскрасневшись, Стивен подбегал с протянутыми руками и горящим взором, вмешивался в разговор в пылком рукопожатии, выворачивал руки Яцца из суставов и начинал. Ох, и бежал же я! Я видел, что вы меня не заметили, вот и развел поры, боялся упустить вас. Ну, вот и вы, стойте, стойте так, дайте взглянуть на вас. Все тоже славное, благородное лицо. И обращаясь к приятелям Яцца, вы только поглядите на него, только поглядите, но разве не удовольствие на него смотреть? Ведь правда, чем он не картинка? Многие считают его просто картинкой, а по мне он панорама, именно, целая панорама. Да, вот я и вспомнил, как жаль, что я не встретил вас час назад. Двадцать четыре часа я берег для вас эти двести пятьдесят долларов, искал вас везде, ждал в план татарском клубе вчера с шести часов вечера до двух часов ночи, не спал, не ел. Жена спрашивает, где ты был всю ночь? А я говорю, мне этот долг покоя не дает. Никогда, говорит она, я не видала, чтобы человек так близко принимал к сердцу долг, как ты. Я говорю, такая уж у меня натура, как ее переделаешь. Она говорит, ну, ляг, отдохни немного. А я говорю, нет, не буду отдыхать, пока этот бедный благородный юноша не получит свои деньги обратно. Всю ночь просидел, с утра вылетел из дому, и первый же человек, которого я встретил, сказал мне, что вы поступили на Великий Могол и ушли в Новый Орлеан. Ох, сэр, мне даже пришлось прислониться к стенке, я заплакал. Ей-богу, не мог с собой совладать. А хозяин дома вышел с половой тряпкой, вытер стену и сказал, что ему не нравится, когда его дом обливают слезами. И мне показалось, что весь свет против меня, и что жить стало больше незачем. И вот, час назад, когда я так шел и мучился, никто не представляет себе, как я мучился, я встретил Джима Уильсона и заплатил ему двести пятьдесят долларов по векселю. И подумать только, вот вы тут, а при мне не цен-то. Но уж завтра, и это так же верно, как то, что я стою здесь, на этом камне, вот я нацарапал знак на нем, чтобы запомнить, я займу где-нибудь деньги и ровно в двенадцать часов отдам их вам. Встаньте-ка там, дайте еще разок на вас посмотреть. И так далее. Жизнь стала в тягость бедному Ядцу. Он не мог скрыться от своего должника и не видеть его ужасных страданий из-за невозможности расплатиться. Он боялся выйти на улицу и страха наткнуться на Стивена, подкарауливающего за углом. Бильярдная Богарта была излюбленным местом отдыха лоцманов. Они заходили туда не только играть, но и обменяться новостями о реке. Однажды утром Ядс был там. Стивен тоже, но старался не попадаться тому на глаза. Когда постепенно собрались все лоцманы, бывшие в городе, Стивен внезапно появился и бросился к Ядсу, как вновь обретенному брату. Но как же я рад вас видеть, клянусь всеми святыми, глаза на вас не нарадуются. Джентльмены, всем вам я должен в общей сложности наверное около сорока тысяч долларов. Я желаю их уплатить. Я намерен уплатить все до последнего цента. Вы все знаете, я могу и не повторять, как я страдаю от того, что так долго остаюсь должником таких терпеливых и великодушных друзей, но самые острые угрызения совести, самые, я бы сказал, наиострейшие, я испытываю из-за моего долга вот этому благородному юноше. Я явился сегодня сюда, чтобы заявить, что я нашел способ заплатить все мои долги, и особенно мне хотелось, чтобы он сам присутствовал здесь, когда я об этом заявлю. Да, мой верный друг, мой благодетель, я нашел способ, я нашел верный способ заплатить все мои долги, и вы получите ваши деньги. Надежда мелькнула в глазах ядца, а Стивен, сияя благодушием, положил руку на голову ядца и прибавил, я буду платить долги в алфавитном порядке. Затем он повернулся и исчез. Вся суть способа Стивена только минуты через две дошла до растерянной, недоумевающей толпы кредиторов, и ядца со вздохом прошептал. Да, тем, кто на букву Я, нельзя сказать, чтобы повезло. В этом мире вряд ли успеет он пойти дальше буквы В. Да и на том свете пройдет, как я полагаю, изрядный кусок вечности, а про меня и там все еще будут говорить. Этот бедный ограбленный лоцман, который в незапамятные времена прибыл сюда из Сент-Луиса. конец озвученной книги читал Олег Кустов отец 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 доц м